Глава шестая. Война. Да чтоб дворяне и дети боярские на нашей службе были против указа все в сбруях, латах, бахтерцах, в панцирях, в шеломах, в шапках миссюрных. Бахтерец — доспех из металлических пластинок, соединенных кольцами в несколько рядов и с разрезами на боках и плечах. Шапки миссюрные — рот шлемом. А которые с садаком ездят, у тех было бы еще по пистоли или по карабину, а у коих боярских людей пищали не будет, у тех было бы по рогатине или по ослопу и быть им всем в однорядках крашеных. Однорядка — кафтан из домотканого грубого сукна, однобортный, без ворота, с застежкой на пуговицах. И мы их по службе нашей изволим смотреть сами или боярам да воеводам нашим велим смотреть и на конях, и пеше. Постарел, сдал за прошедшие годы Кирилл Васильевич. Борода пошла проседью, что темный лес белой березкой. Виски побелели, трудно уж справляться с делами. Размахнулись они дела-то, все больше да больше от Москвы до Амур-реки, до самой Багдойской земли. А нужно самому рать поглядеть, свой глаз алмаз. Как воевать начнут, будет нелегчим. Ратям все готовое подай. А кому готовить? Им, торговым да промышленным людям. Хорошо, ежели все счастливо будет. А война-то дело такое, что бабушка надвое говорит. Самому смотреть надо, как и что. Все равно в приказах спросят. Едучи ранним утром чертольем до Остоженкой, под тарахтенье колес по бревнам мостовой, любовался Кирилл Васильевич московскими садами. Первым садовником-то был сам царь Алексей в своих кремлевских да замоскворецких садах. Даже на окраинных улицах здесь избы да хоромы тонули в деревьях, в березках, в липах, в сирене, в плодовых садах, а сквозь тынов, сквозь раскрытых ворот пестрели цветки. Из подрубленной башни чертольских ворот земляного города на версты легло зеленое девичье поле. Лука Москвы-реки ясна, как зеркало. Впереди блестят золотом кресты до главы Новодевичьего монастыря. Утро душистое, день воскресный, благовест. Народ приоделся, мужики в шляпах с цветками, бабы в плотах пестрых. Идут с семьями, ребятишки бегают, кричат, смеются. Любит народ смотреть свое войско. Ровно в зеркале видит в нем свою силу, любуется. Народ подымает, растит, выхаживает свои рати. Рати подымают, волнуют, надмевают народ. Народ валит волом, поостронь улицы, рать идет улицей. Кириллу Васильевича высадили из тележки, куда там проехать. Стал он всереть посадских, тянет шею, смотрит. Бьют барабаны, идут стрелецкие полки по сотням в красных, синих, лазоревых, темно-зеленых, желтых, малиновых кафтанах с цветными ворварками. В цветных же сапогах блестят под солнцем бердыши, сабли, ружья, полощутся цветные знамена. Красно, утешно смотреть. Лица бородатые, загорелые, дерзкие, блестят зубы. Ворварка-петля. Подымая пыль к синему небу, прошел московский государев конный полк, что всегда с царем и при посольствах охрану держит. Кони, аргамаки татарские, по мастям в сотнях подобраны, в уборах наборных серебряных, каменьем соженных. Молодцы все красивые, бородки расчесаны, усы завиты, идут по сотням. Сотня стольников, сотня стряпчих, сотня детей боярских, сотня дворян московских, сотня жильцов. Дети боярские мелкие служилы и феодалы на Руси. В восемнадцатом веке слились с дворянством. В государевом том полку идут сами помещики, боярские дети, дворяне, что получили для службы поместья, служат они двором. За ними идут конные полки поплоше, городовых дворян из разных городов. Идут и едут на конях иноземные полки, рейтарские, за ними пешие солдатские. А вот квас, про всех вас, малиновый квасок, хлебни, глоток, звенит молодой парень с едва пробившимися усами. Несет на голове огромный жбан, а кругом стана на поясе висят ковши. Стал на углы, жбан поставил на землю. — Хлебный ледяной, хлебни, дорогой! — задорит голос. Люди собираются, толпятся, звенит медь, падая в деревянный ковш. Идут конно-татарские полки из татарских мурс до новокрещенных. Седла с высокими арчаками сидят люди по-своему, горбатясь на коротких стременах, скалят зубы в реденьких бороденках, шапки острые с рысьим мехом, саадаки, пики, кривые сабли. В толпе улыбки мужчин, испуганные взгляды женщин. — Ишь, косоглазые, а давно ль вы нас заставляли шапки ломать? — слышен бас. — Ничто, братья, все теперь православные, — отзывается редкозубый дьячок в лисьей, несмотря на жару шапки. — Сирот казанский, известно, — смеется женский голос. — За татарскими полками идут городовые полки, пехота из датшных людей, ближних к Москве уездов, туляни, каширцы, рязанцы, муромцы, в сермяжных одинаких однорядках, кто с огненным боем, кто с луком, со стрелами и саадаком, с копьями, с топорами, с кованными ослопами. Датошные здесь военнообязанные, податные сословия крестьяне — ремесленники. На девичьем поле широко при дороге палатки, лари, скамьи торгуют питьем, квасом, сластями, орехами, жамками, рожками, горячей снедью на жаровнях, пахнущей горячо и остро. Около избы кабака с шестом, на котором торчит зеленая елочка и висит сулейка, пьяный гул раздается песня. С Кремлевской башни донесся бой часомерья, пробило четыре часа дня. Едет из Кремля на девичье поле царев поезд. Гул растет, оглушает. Царь Алексей в золотной одежде, на белом жеребце, окруженный боярами, дворянами, рындами в белых кафтанах с серебряными топорами на плечах. Рында — царский охранник при парадных церемониях. У царя на голове, переливаясь искрами, шапка сибирская, опушенная соболем, увенчанная крестом, в руках скипетр додержава. Кирилл Васильевич инда шею натрудил, рассматривая царское шествие, а на тяжелый жезл в руках царя улыбнулся. Кто теперь подойдет с челобитной, небось, побояться? Перед царем трое вершных везут на высоком древке с распорами огромное царское знамя, шелковый плат, цвета подрумяниного сахара, с широкой белой каймой. На знамени шелками, золотом да серебром вышед царь Константин Великий со знамением креста в облаке. Золотая вязь гласит «Всим победиши!» Медленно едет царь, народ валится на колени, звонят колокола, бьют барабаны, войска, что уже выстроились, кричат перекатами боевой клич «Москва!» Далеко уже царь, а народ все еще не подымается с колен. Да чего ж силен государь! На зеленом некошном лугу под самым, но в девичьем, разбит белый шатер с золотыми маковками, царская ставка. Государь подъехал к шатру, стряпчие подбросили красную скамейку под стремя, царь зашел в шатер отдохнуть, а как вышел, на высоком сукном алом крытом помосте великий государь-патриарх Никон начал молебен. Все войско приняло оружие в левые руки, скинуло шапки и, словно прошла волна, закрестилась. Скинул шапки и тоже закрестился народ. Сладкоголосо и заливисто пели царские певчие дьяки, а патриарх, в сверкающей шапке, в пудовом золотом облачении, служил вдохновенно. Певчие дьяки... надо просто певчие, здесь ошибка, дьяки не пели, дьячки-псаломщики только отпевали. На торжественных церемониях пели патриарши и царские певчие. Все исполнялось, о чем предсказывал тогда в лесу старый мордовский колдун. Титул Никона — «Великий государь» показывал, что патриарх владел ныне не только силой молитвы. Это огромная вооруженная сила, эта рать, протянувшаяся от Новодевичьего монастыря до земляного города, была в Божьей воле. А Божьей волей ведает он патриарх Никон. Сила скоро это ударит по католической земле, по Польше, сломит гордость папы Римского. Он, патриарх Москвы, превзойдет в своем могуществе папу Римского. Он восстановит славу плененного Константинополя. Москва есть Третий Рим, а Четвертому не бывать. Москва, — кричали войска, — многие лета кричал народ. Войскам было выставлено угощенье. Все понимали, все видели, что война хоть еще и не объявлена, а дело решенное. — Кирилл Васильевич! — окликнули его из толпы. Глянул — Стерляткин. Он выше всех далеко, видать, верста коломенская. — Феофан Игнатьич, поздоровуль! А то, смотри, какая сила собрана! Собьем с немц в то спесь, а! И Кирилл Васильевич кивнул головой. Давно пора. Уж больно себя держат с нашим народом чванно. И в торговле никому ходу не дают. Явно росло соперничество Москвы и Запада. Иностранцы ехали в Москву, торговали сильно, сидели по многим городам на торговых путях, хватались за наживу. Московские люди то ворчали, то возмущались, то смеялись, а при случае дрались с немцами. Недавно как-то в Москве ночью случился пожар. Красным светом залилось небо, забили набаты, народ выскочил из исп. С криком спасал своих животы, решеточные сторожа отпирали решетки на перекрестках, скакали верхом, на телегах везли трубы, бежали стрельцы с топорами, крючьями, ломать и растаскивать избы кругом огня, заливать. На пожар спешил и большой боярин, начальник сибирского приказа князь Трубецкой Алексей Никитич. Скакал по Арбату, как положено, с зажженным фонарем, а навстречу валили с какой-то своей вечеринки пьяные немцы. Вел в Атагу шведский резидент барон Поммеринг, знатный по всей Москве пьяница и безобразник. Барон потребовал у боярина пути дороги, с пьянух листанул шпагой по фонарю, разбил его, потом со шпагой же бросился на боярина. Началось уличное побоище. Царь жаловался шведской королеве Христине, но безобразнику все сошло с рук благополучно. Москвичи много говорили про такой случай. Говорили, что и польские люди тоже держат себя заносчиво спесиво, как до смуты. А Москва-то была уже не та, что была она до разоренья. В Польше выходили книги, где прямо писалось, что московское государство сейчас, правда, крепнет, но это только к тому, чтобы скорее ему развалиться. Возникла даже дипломатическая переписка. Польские королевские секретари писали царский титул с небрежением. Они пропустили в какой-то грамоте то, что царь Алексей еще и картолинских, и грузинских царей, и кабардинские земли владетель. Царь обиделся. Отправил в Польшу специальных посланников, двух диков из посольского приказа. Обследовав дело в Варшаве, те потребовали удовлетворения за царское бесчестье ни много ни мало казни 222 польских чиновников, виновных в таком небрежении. Впрочем, Москва тут же признавала, что, может быть, король пожалеет казнить столько своих подданных, и предлагала выход, пусть депольский король по московскому образцу отпишет на себя все имения и поместья виновных, то есть конфискует их, а московскому царю в компенсацию вернет все русские города, захваченные поляками еще при царе Михаиле в 1634 году. Поляки затягивали ответ. Не то отговаривались, не то просто смеялись, что обостряло отношения с Польшей. С издевкой уже смотрели москвичи и на иностранных офицеров. Их тогда бежало в Москву из Шотландии от гражданской войны немало. Москва смеялась рассказом, как вышел на смотр перед московскими начальными людьми англичанин Яков Стюарт. Ну, потеха! Тот англичанин Стюарт вышел на испытание крепко пьян. Видно всем было, что ни штурмовать, ни колоть он не умеет, а как стал стрелять, так и застрелил двух своих иноземцев, да ранил нашего переводчика, не чая дрябина. Добрый худ, — сказал производивший испытание князь Трубецкой и велел отправить англичанина, откуда он пришел. Поднял гоненья на иностранцев, живших в Москве, патриарх Никон. Потребовал он сперва от иностранцев, чтобы все они крестились в православную веру. И вскоре же патриарх с утра разослал по всем иностранным домам в Москве стрельцов, которые царским именем требовали, чтобы все иностранцы выселялись из столицы в поле, на реку Яузу, где были отведены им еще два года тому назад участки и выселялись бы немедленно, если не хотят, чтобы их выкинули силой, а все товары отобрали бы на государя. Стрельцы ходили по иностранным в субботу, а на следующий день в воскресенье все встревоженные иноземцы, собравшись в Кремле, выждали, когда царь выходил после обедни в Успенском, упали на колени и подали государю челобитную об отмене указа, заканчивающуюся обычным «царь-государь, смилуйся, пожалуй». Государь указал, товары иностранных купцов оставить на месте в домах и складах на посадах, иностранцам приходить днем туда торговать, а к вечеру уходить в свою отведенную им немецкую слободу. Теперь же огромный смотр еще больше подогревал московских людей против иностранных. Москва видела свою прямую силу, видела, что могла посчитаться с Западом в прямом бое. Пятнадцать дней шел смотр, смотрел царь, смотрели бояре и поверяли естей и нетей. Нети, то есть ушедшие, скрывшиеся, убежавшие. Наличный состав полков по спискам, все снаряжение и вооружение, все было в порядке. Война подходила. В Голландию был отправлен приказчик закупить замки к пистолетам и карабинам, которые работались дома. Уехал за границу приятель Кирилла Васильевича под ячей оружейного приказа Головин купить там двадцать тысяч мушкетов, да по тридцать тысяч пудов пороху, да столько же свинцу, набирать иноземных мастеров сколько можно. В это лето в Архангельск шло много иностранных судов. Везли сук на цветные, а больше серо-зеленые, на стрелецкие кафтаны. Сталь и медь шведскую порох да свинец, готовое оружие, да еще серебро. Под вине сухани в Вологду плыли густо дощаники. С Вологды обозы бесконечно везли военные грузы на Москву. Оружейные и пушкарские приказы разыскивали, набирали себе по всей земле мастеров из городов, слобод, уездов, монастырей, кузнецов и других железного дела людей, платя им поденно и ставя кормы за счет приказа большой казны. Работали вовсю специалисты, оружейные кузнецы и бронные мастера Москвы, Новгорода, Пскова, Вологды и других городов, безусто ликовали латы, бахтерцы, копья, сабли, железные шапки, ружья. Сильно работал на войну и тульский оружейный завод. Там на глазах у всех, к соблазну всей промышленной Москвы, шла ожесточенная борьба между его иностранными откупщиками Петром Марселисом и Андреем Винниусом. Откупщики здесь консессионеры. Винниус, ловко учтя обстановку, быстренько перешел в православие, надел русское платье, стал называться Андреем Денисовичем и донес на своего компаньона Марселиса, обвиняя его в том, что Тодди бронит его за переход в русскую веру и отказывается с ним пить есть. По такому доносу у Марселиса царь договор отнял, отдал завод в Туле целиком Винниусу и наградил этого лохвкача-предпринимателя пышным званием. Его царского величества и российского государства комиссар и московский гость. Впрочем, и Марселис, в конце концов, получил право работать в Тульском уезде. Война. Люди надобны. Война требует всегда денег, и воеводы жали народ по всей земле, нещадно ставя недоимщиков на провежи, обкладывая сбором все, что оставалось еще не обложенным. Выжимали деньги и кабаки. Земство трещало от государства. Земство — местная выборная исполнительная власть, ведала некоторыми вопросами податного обложения, раскладкой повинности, мобилизации ополчения, транспортом и так далее. Под гнетом Ясака стонала Сибирь. В октябре из Москвы двинуты были рати, чтобы занять исходное положение. Боярину и воеводе Василию Петровичу Шереметьеву, да окольничьему Семена Лукьянчу Стрешневу, да думному дворянину и есельничему Ждан Васильевичу Кондареву вельно идти бы в Новгород и собираться там с ратными людьми. Боярину и воеводе Шереметьеву, да думному дворянину и есельничему Кондареву в Новгороде, а кольничему и воеводе Стрешневу в Апскове. Есельничий придворный чин на Руси в XV-XVII веках с начала XVII века глава конюшенного приказа ведал лошадьми и царской охотой. А собравшись на месте со служилыми людьми, велено было потом им выступать за рубеж в мае, в двадцатый день, и сойтись под Невелем. Оттуда же им следовало уже промышлять над польскими и литовскими людьми и их городами, сколько милосердный Бог помощи подаст. Промышлять здесь — открыть военные действия. Война подходила, накатывалась. Москва чувствовала в себе нетерпеливую силу помериться с Западом. Давно уже в Москву беспрестанно ехали посланцы с Украины, от гетмана Богдана Хмельницкого, что поднял и вел отчаянную борьбу, добиваясь освобождения православного крестьянского населения Украины из-под католической Польши для воссоединения с быстро крепнущей Москвой. Послов от Хмельницкого ехало столько, что в Москве на Покровке в стенах Белого города были открыты два больших двора для приезжающих оттуда — гетманский да малороссийский, отчего эта часть Покровки получила упрощенное название «моросейки». Положение Речи Посполитой становилось угрожающим. Чуя прилив сил в своем могучем, крепнущем народе, московское государство медленно поворачивалось лицом к Западу, впервые открывая во всю свою силу, свой еще неизвестный Европе, восточный мир, полный своих судеб, своих мечтаний, своей мощи и своих замыслов. На первое октября на Покров Пресвятой Богородицы покровительнице Москвы в грановитой палате в Кремле было натоплено. Под широкими сводами, расписанными благочестно золотом да красками, горели свечи. В палате царь собирал в этот день собор людей всех чинов. Порчевые кафтаны да шубы бояр, лиловые черные мантии, клобуки да кафтаны духовенства, однорядки кафтаны коричневые, синие и серые да красные пояса торговых, промышленных, ремесленных и черных сотен вливались с красного крыльца через святые сени, гремели сапоги, члены собора становились крытым сукном лавком, ждали государя. Из внутренних покоев вышли попарно юноши-рынды в белых кафтанах, в высоких горностаевых шапках с серебряными топориками, стали у трона в красном углу. Загласили певчие дияки, шли царь с патриархом, впереди несли крест, собор повалился в земном поклоне. Сел царь, и все сели. Заговорили, зачастили думные дияки. По международному положению собравшимся было доложено о неправдах польского короля. О том, что Богдан Хмельницкий бьет челом, просит приема в московское подданство. Король польский идет де на Украину войной. Украинские казаки, вольные люди, не хотят выдать латинским мучителям свои святые монастыри и церкви, и просят Москву помочь им войскам, принять Украину под высокую царскую руку для сбережения, а то их, вольных украинцев, зовет к себе в подданство турецкий султан. Собор приговорил, за честь царей Михаила и Алексея стоять и войну против польского короля вести терпеть больше нельзя, а гетмана Богдана и все войско его с городами государю бы принять под его высокую руку. Так и сделали. 23 октября, во время обедни, которую служил патриарх Никон в Успенском соборе, царь сам объявил народу. Мы, положа надежду нашу на Бога и Пресвятую Богородицу, на московских чудотворцев, по совету отца нашего, великого государя, святейшего Никона Патриарха, со всем духовенством и со всем собором указали идти ратью на недруга нашего, польского короля. В конце зимы московские рати двинулись в поход. Первой в конце февраля пошла артиллерия, торжественно освященная патриархом Никоном. Она двигалась на вязьму. Тяжелые пушки везли на санях. Затем уже в апреле по теплу тронулись силы левого крыла под князем Трубецким, Алексеем Никитичем. 23 апреля на День Победоносца Георгия в воскресенье в Успенском соборе в Кремле состоялось великое богомолье. Служил патриарх Никон, стоял царь со всеми боярами, за завеской стояла царица с боярскими женами, стояли стольники, стряпчие, дворяне московские, полковники, рейтарские и солдатские, стрелецкие головы, сотники да подьячие. Все, кому идти в поход. После обедни перед иконой Владимирской Божьей Матери был молебен на рать идущим. Царь поднес патриарху наказ воеводам. Патриарх, приняв, сперва положил тот наказ в киот чудотворной иконы этой, потом вручил его князю Трубецкому. Молебен кончился. Ближние люди подхватили царя под локотки, повели из храма, и государь, с паперти, обратясь к собравшимся на площади воинам, просил всех к себе откушать хлеба соли. За обедом в грановитой палате среди церковных песнопений дьяки принесли и положили перед царем списки всех идущих в поход. Государь обратился к Трубецкому. — Князь Алексей Никитич, сотоварищи, передаю вам список ваших всех полчан. Заповеди Божьи соблюдайте, и дело творите ваше с радостью. Судите вправду ко всем любовны и ласковы, странноприимны, да врагов Божьих и наших не щадите. К стрельцам, к солдатам, ко всему мелкому чину будьте милостивы, пребывайте со всеми в совете да в любви. 26 апреля рать Трубецкого двинулась в поход, прошла Кремлем, перед царевым верхом, где на крыльце сидели царь и патриарх Никон. Бояре и воеводы сошли с коней, ударили челом, Никон благословил их, пожелал возвращения здоровыми и невредимыми. Основные части с самим царем во главе выступили 15 мая. С ними в золоченой повозке под сенью с куполами среди войска пошла чудотворная иверская Божья Матерь в сопровождении попов, диаконов, певчих, озаренная лампадами, свечами в дыму Ладана. Сама небесная владычица вела на брань могучие рати Москвы. Иверская шла с яртаульным да с передовым полками. Яртаульный здесь разведывательный. Воеводами в передовом полку шли князья Адоевский Никита Иванович да Хворостинин Федор Юрьевич. Днем позднее двинулись в сторожевой и большой полки, где воеводами были в сторожевом князь Темкин Ростовский Михайло Михайлович да Стрешнев Васильев Иванович в большом полку князья Черкасский Яков Куденетович и Прозоровский Семен Васильевич. С царем 18 мая воеводами пошли образ спаса да бояре Морозов Борис Иванович да Милославский Илья Данилович. Эти рати шли по Смоленской дороге прямо на запад. Силы Москвы были очень значительны. До трехсот тысяч бойцов, хотя пестро вооруженных, но крепко спаянных желанием посчитаться сляхами не столько за царские недавние обиды, сколько за прошлые памятные годы лихолетия до разоренья. К этим московским силам надо добавить те сто тысяч человек, что были в войске у Богдана Хмельницкого. Пышно ехал Алексей Михайлович из Москвы. Впереди войско шла карета Алого Бархата. Везли ее кони в Алой Збруе, а в ней царская икона Спаса. За кареты шли знамена и царский знак, золотой двуглавый орел. За ним шесть царских заводных коней. За конями ехал царь на белом коне, в зеленой с золотом парче, в царской шапке с соболем. Впереди его царевич Сибирский. Сзади двадцать четыре всадника. С царем ехали двое ближних, Бояр Морозов и Милославский. Грозовой тучей двигались на запад московские рати, по нежаркой, по камайской поре. Лапти шуршали по мягкой дороге, по молодой мураве. Гремело ружье, бряцали котлы, ржали кони, скрипели бесконечные крестьянские обозы, слышались крики, брань, песни на разных языках, шли нескоро, по четыре версты на день. Уж очень большие обозы задерживали, засветло становились на ночь таборами. На вечерней заре отрядные попы и муллы пели молитвы, стучали топоры, рубили дрова. На небесах играло зарево от тысяч костров. Ратные люди в куяяках, в тегеляях, в однорядках, в тулупах покупали у баб и мужиков, бредущих за войском разную снеть, ужинали у огней, говорили, дремали. Ночью под звездным, под лунным небом гремел могучий храп. Куяяк — воинский головной убор. Утренняя заря под птичий свист, под первых жаворонков обливала розовым светом белые шатры воевод и начальных людей, чернели полки спящих до первой трубы подъема, до фигуры сторожевых, опершихся на рогатины и бердыши. Воеводы хорошо продумали план войны. Царь шел прямо на Смоленск. Радь Трубецкова шла в левом крыле на Брянск, на Мстиславль, на Северск. В правом крыле шла армия воевод-боярина Шеина до князя Хованского, нацелены были на Полоцк. Одновременно на юге пришли в движение вольные казацкие рати гетмана Хмельницкого до боярина Бутурлина, наступали на Волынь, на Подольск. Связь между северной и южной группами армий держали украинские части гетмана Ивана Золотаренка, двигаясь на Гомель, а затем вверх по течению Днепра. Воевода Шереметьев, Василий Петрович, наступал на Белгород, и, наконец, донские казаки были направлены против Крыма. Московское войско шло, и, обгоняя его по всей Польше, по Европе, неслись страшные слухи. Человеческая масса поднявшихся и двинувшихся московитов пугала всю Европу. Тогдашние газеты определяли ее в 600 тысяч человек. Польша давно хорошо знала, а Европа давно наслушалась о казацкой народной войне в Польше, когда горели города, села, деревни, когда сравнивались с землей, разграблялись католические костелы и монастыри, а теперь шел противник пострашнее. Шли могучие пешие московиты, с ними рысили дробно-татарские рати на своих степных коньках, в рысьих малахаях страшные видом. Развязана была национально-освободительная война. Она грозила свести вековые счеты, и вместе с тем начиналась война религиозная. Царь отдыхал под Можайском два дня. Стоял в шатре на холме над Москвой рекой. Цвела черемуха, пахло густо и холодновато. В шатре же тепло от ковров, от восковых свечей, в шандалах на столе и перед образами. Царь в теплом терлике, сидит у стола, читает записку, которую молча положил и оставил ему боярин Борис Иванович Морозов. Терлик верхней платья, рот теплого кафтана, с узкой талией и короткими рукавами. Как великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич с сыном, со своим Иваном Ивановичем, из-за Пскова изволили идти войною, и полки отпускали под великие городы Ливонские, и как те городы Имали, и кого в тех городы воеводами оставляли им. Очень похоже выходило, как теперь. И тогда так же перекликались караулы от государева полка, что-то говорили приглушенно, чего-то требовали ближние люди, только у него, у Алексея, силы, сказывают, поболее, чем у прадеда было. Да Никон патриарх еще помогает, дело идет пока хорошо. Надо сестрицам в Москву написать, поди бояться, как Алеша ихней воюет. И царь, отодвинувший столбец с походами Грозного, стал писать письмо сестрам любимым Ирине да Анне Михайловном. Идем мы, государыни мои, из Можайска скоро, двадцать восьмого мая, спешим больно, для того, что сказывают людей в Смоленске. Да около Смоленска никого нет, хотим скорее захватить. Государь, дозволь войти, раздался за ковром знакомый голос. Входи, Иваныч. Нагнувшись, вошел в шатер боярин Морозов. Сильно он сдал, посидел, похилел за последнее время. Одни глаза горели прежним блеском. Рукой коснулся персидского ковра. Есть, государь, новины. Здесь новости. Из яртаульного полка пригнал десятский голова, мужики-то православные встают на шляхту. Сказывал про то шляхтич. Выбежал он в передовой полк, а доевский Никита князь пишет вот. И, постарчески отодвинув далеко бумагу, от глаз стал читать Морозов. Шляхтич сказывает, очень де боятся они мужиков своих, за тем, что те на царское имя хотят сдаваться, тем, де много вреда нашему королю будет. боярин, погладив довольном бороду, продолжал. Хуже, чем от самой Москвы, будет им де и здесь у Смоленска, как казацкая война, со всех сторон. Царь смотрел на него большими глазами. Он сам никогда допрежь того не бывал на войне, но теперь чувствовал, его сила упирается в другую силу, и та сила сдается назад, радуя веселя сердце. Это должно и есть победа. Адолеем, Борис Иванович супостата, наш-то воевода, сама царица небесная с нами изволит идти, кто против нее, кто может против рожна пратьи, все за нас. Восторг первых удач охватывал царя, волновался он, дрожал, на глазах слезы. Морозов упер глаза в ковер, смотрел, как шах с копьем скачет по горам за легкой козой. Все за нас, государь, точка. Мужики белорусские, тихо говорил он, и казаки малороссийские, и еще вот, он вытянул из длинного рукава бумагу, вот грамотка из Турции пишут, «Греки Бога молят, чтобы твое царское величество совокупило воедино все христианство, и только ждут те греки, как твои ратные люди Дунай-реку перейдут. Все они, греки, против турок станут, а чтоб то сильнее было, нужно, государь, воевать по-новому». «Да как, Иваныч, шляхту литовскую к себе больше привлекать жалованием да милостью, шляхтич ведь на милостыню лаком, как муха, кто хочет тебе служить, тех жалуй, не хочет кто служить, тех отпускай, их офицеров к себе переманивать нужно, у короля денег, чу, мало, жалования давно не плачено, а будут они приходить, а как же, куда деваться, и крестить насильно тоже нельзя, кто не хочет». А патриарх попов все в войско шлет и шлет, чтобы всех крестить, души спасти надобно. Морозов улыбнулся. «Патриарх горяч, государь, не ладно это, милостью больше что возьмешь, чем силой». Не прошло недели, как у царева займища, войсковые дьяки прознали и донесли, что вяземские охочие люди прошли уже к Дорогобужу, поляки оттуда убежали к Смоленску, а посадские люди сами сдали Дорогобуж царю. А пришел царь в Дорогобуж, прискакал Сиунчей, татарский вестник победы, от князя Хованского до Отшеина идут вперед. 24 июня скачет опять Сиунчей, взяли Полоцк. Царская рать двигалась все вперед. 26 июня под Смоленском на реке Колодки разбили польский отряд. 2 июля сдался царским воеводом Рословль. Царь уже не шел, летел к Смоленску. 5 июля на память Святого Сергия Радонежского прибыл он в свою ставку, разбитую для него на Девичьей горе недалеко от Смоленском. Шатры ставлены были в веселые рощи белосствольных берез, листья шумели, сверкали в жарком ветре, прыгали светлые пятнышки по зеленой мураве, по желтым да белым цветкам, как в жар горели золотые яблоки на шатрах, золотой орел у царского входа. Кругом сторожа в панцирях с бердышами приветствовали царя, сымая железные шапки, кланяясь земно. Царь Алексей сошел с коня на скамеечку, что подвинул ему под ноги ласковый и стряпчий Федер Тищев, прошел в шатер, снял дорожный армяк и в голубой рубахе, сшитым воротом, в синих штанах, засунутых в мягкие софьянные сапожки, вышел под дубья, велел дать умыться с дороги. Федор Михайлович Ртищев слил ему из серебряного рукомойника, подал полотенце, с красными петухами шила царская сестрица Ирина Михайловна. Царь крепко до красноты вытер лицо и руки свежим полотном, поправил ворот и кивнул воеводе большого полка князю черкасскому Якову Куденетовичу. Пойдем, княже, глянем на Смоленск. Князь большой с высокой грудью в блестящих бахтерцах, черный, скуластый, двинулся легко за государем, нырнувшим под кусты лещины. Вот он, Смоленск. Все вышли к спуску на луг, смотрели из-под руки. Синей лентой вился Днепр, плыли по нему две лодки, кольцо зубчатой стены с тридцатью восьмию башнями охватывало каменным змеем четыре холма, то подымаясь на них, то сползая в распадки. — Драгоценное ожерелье русское, — кашлянув в руку, сказал князь Черкасский. Царь глядел неотрывно. Он доселе не видывал еще других больших городов, кроме Москвы, стены Смоленска вплотную набиты натолканной домами, среди низких тесовых крыш торчит много чужих высоких острых, крытых красной черепицей. Над острыми же башнями церквей четырехконечные латинские крыжи, крыжи польские кресты. Под стенами сожженные посады, стены в копоте, синие дымки еще вьются кое-где. Девять ворот под башнями, одни завалены и снаружи наглухо, другие заперты изнутри. «Годуновское отродье, государь!» раздался тихий голос, рядом с царем вырос, словно из-под земли морозов. Борис Федорович строил, и назвал он Смоленск, ключ город к России. Бум! ударила царская пушка с зеленой лужайки, плотный белый дымок, шаром поплыл к небу. На холме правее города было видно, как мурашами бежали московские люди, что-то рыли посверкивавшими лопатами, выбрасывая на зеленую траву черную землю, подтаскивали круглые, как бочки, плетеные туры, набивали их землей. «Ин, боярин, долматов-карпов бьет», говорил князь Черкасский, узенькими глазами следя за дымящимся полетом ядра. «Да мало еще, эдак не выкуришь, везут скоро большой наряд». Наряд здесь артиллерия. «Сами они передерутся», отозвался царь. «Как, Борис Иванович?» Морозов покачал большой головой над тонкой уже старческой шеей в серебряном пуху. «Так, государь, к тому идет, только сказывают охочие люди, православных то из города давно увел король, мало их осталось». Царь глянул на Морозовым. «Всегда холоден Морозов, всегда встречу скажет, стар должно быть». «А чего наши роют?» указал государь накопающих землю. «Все смотрели уже на Черкасского». «А город земляной, государь?» объяснил тот. «Слышно Гетманта Радзивилл. Гуляет близко. Как бы ни налетел, не помешал нам, как Смоленск обложим, да учнем ломовыми пушками бить, ворота ломать». «Опас нужно иметь», подтвердил положительно Морозов. Царь повернулся рывком к Черкасскому. «А ли мы с нашою ратью не одолим, ежели приступим?» спросил жарко он. «Или нам время терять можно?» «Вот он, Смоленск, сверкает над синим Днепром в зелени, чужие кресты горят по Соборной горе. Вперед чего зря стоять, ишь, толстомясый». «Опаса», просит Борис Та Иванович, совсем другой, с той поры, как он, царь, за него на Красной площади мужиков худых молил, слезы лил. «Нет, теперь к нему прежнего уважения нет. Или дядьки царю доселе нужны?» «Я, царь, кто против?» Патриарх Та Никон тогда в новгородском гиле не испугался, проклял мужиков вечников, а Морозов теперь всего опасается пуганая ворона. Войско Московское подходило, брало Смоленск в кольцо, переправлялось за Днепр, уходило вперед. Днями у царя толклись воеводы да бояре дьяки, несли отписки, записывали указы, все чаще подскакивали на взмыльных конях сиунчеи, на скаку размахивая шапками, знали они, получат царскую милостыню за принесенную победу. А вечерами царь молился у себя в шатре, писал письма, либо слушал древних стариков о том, что прошло, да не поросло быльем. Было в матушке каменной Москве, во палатушках белокаменных, там стоят столы чернодубовые, пел старик жидким своим голосом, перебирая струны гусли. На столах то все блюдо позлощенное, за столами лавочки кленовые, на лавках тех воеводушки, воеводушки все московские. Царь поднял голову с подушки, посмотрел на старикам. Белые слепые глаза тупо блестели от свечи. Под седой переденькой бородой бороденкой шевелились две длинные складки кожи на сухой шее. Про что это он поет, подумал Алексей, а на стуле на разукрашенном сидит батюшка православный царь, православный царь, православный государь, да сам Иван Васильевич. Он не пьет, не гулят, не прохлаждается, свесил буйну головушку ко белой груди, думает он думушку ее до единую, обизменили его князя Курбского, перебежчика королю польскому. С чего это он думал, царь, или боярам верить опасно? Эй, пусть тайный приказ спросит старика, чего он пел. И ласково спросил, а как звать-то тебя дедушка? Евстигнеем, государь, остановил пение старик, Евстигнеем. Ну, ступай, жильцы, видите, деда. Старик уходил шатко, переступая тонкими ногами, держась за плечо синеглазого юноши. Холодная мысль опять явилась подползла и вдруг уколола легонько в самое сердце. А Никон-то великий государь. И он, царь Алексей, тоже великий государь. Двоица, значит, оба равны, а кто царю равен, никто. Так он, Никон, бог, что ли? Московское войско пребывало незаметно, как вода в наводнение растекалась за Смоленском дальше. 20 июля пал город Мстиславль, 22 июля в палящий день с грозой боярин Милославский ввел в царский шатер могилевского шляхтича Казимира Поклонского. В цветном кунтуше стриженной с затылка с хохолком на лбу подпольку Поклонский вошел перед царя картинно с рукой на эфесе кривой сабли, топнул ногой, рухнулся в земном поклоне. Пришел служить государю верой и правдой, заявил он лежа на ковре. Поклонский был первым шляхтичем и щедро пожаловал его государь. Дьяк Забаровский тут же заготовил указ быть ему поклонскому московским полковником на государевом жаловании, идти ему уговаривать своих земляков служить в Москве, собрать всех их в его поклонского полка. Вторым воеводой в тот полк назначен был московский дворянин Воейков. И тут же гордо подняв в брови указал еще государь, а его государево имя писать и теперь во всех его государевых делах так «Великая и малая и белая Руси самодержец». На следующий же день в полк поклонского влилось сразу триста человек посадских и шлихетских из сдавшегося города «Чаусы», что около Могилева. Сеунчей во весь опор запаляя коней скакали со всех сторон к царской ставке. Двадцать четвертого июля взяты города Дриса и Друя. Второго августа пал город Орша, откуда гетман литовский Радзивилл бежал, но был нагнан и разбит. Девятого августа воевода Шереметьев взял город Головчин. Двадцатого августа Шереметьев невдалеке от города Бориса на реке Шкловке перехватил и разбил вторично гетмана Радзивилла. Это было большой победой. Взято в плен и отправлено к царю двенадцать королевских полковников, двести семьдесят бойцов, знамя и бунчуг самого гетмана, знамена Литавры. Сам гетман, однако, снова бежал. В тот же самый день полковник Золотаренко взял Гомель, а еще через четыре дня, двадцать четвертого августа, полковник Поклонский и воевода Воейков взяли Могилев. Полковник Поклонский имел полный успех. Королевский комендант крепости Могилев, польский полковник, сразу принял православие и остался на прежнем посту. Воейков привел всех православных к присяге царю, а казаки Золотаренко погромили город. Спустя три дня Золотаренко взял города Новый Быхов и Пропойск. Москва рвалась на запад. Царь Алексей не мог больше ждать и указал приступить к Смоленску пятнадцатого августа в праздник Успенья. В глухую ночь ударили три пушки. В таборе осаждающих вспыхнули факелы. Впереди пошли все иконы на носилках с фонарями. За ними повалили рать Москвы и казаки Золотаренко с преступными лестницами, с шестами, крюками, с гуляй городами. Со слопами, топорами, с ножами в руках поползли воины на стены башни с боевым криком «Москва!» Царь смотрел на ночной бой с холма, видел бесчисленные факелы, отблески взрывов под стенами, пожары в городе, красиво озаренные огнем башни, сверкания на стенах мечей, топоров, слышал отдельные вскрики поповское пение. Царь сидел на стуле вокруг багровыми тенями толпились ближние люди. Вот факелы поползли на башню, слились там в огненный куст. Куст то мерк, то разгорался, и в его свете было видно, как в сверкающем доспехе бился на стене какой-то боец, видимо, начальный человек, бился один против десятка врагов. «Кто такие?» спросил царь. «Это наш?» «Эх, сокол!» Все молчали. Факелы с отважным бойцом впереди пролились с башни на стену, потекли к молоховским воротам. Царь не выдержал, вскочил с криком «Узнайте мне, кто таков молодец!» «Он нам свет показал!» Над стеной и под башней в этот самый миг вспыхнуло красное пламя, выхватило из тьмы город, кверху бешеным косым крылом двинул огонь и багровый дым. Докатился и издали звук мощного взрыва, в черном небе медленно всплывали и медленно рушились тяжко обломки, земля, камни, плыли столбы порохового дыма до пыли. «Подорвали, государь!» охнул Морозов. Тьма надвинулась на город, в тиши после грохота ясно слышались вопли, стоны, церковные пеньи. Побледневший за бессонную ночь царь утром писал письмо царице. «Наши ратные люди зело храбро приступили и на башню взошли и на стену, и был там великий бой, и лучше всех бился наш стрелецкий голова Артамон Матвеев. Да по грехам нашим под башню ту польские люди подкатили порох, и наших людей со стены сбило и порохом опалило многих. Литовских людей убито с двести, наших триста да ранено с тысячу. Матвеев жив. «Дозволь, государь», раздалось у входа. «Входи, Иваныч», отозвался царь, оборачиваясь виноватым. Морозов вошел в смирной черной одежде. В ней седая его мрачная старость особенно выступала ярко. За ним шел Милославский. «Грамотка из Москвы», сказал негромко Морозов, держа бумажку в руке. «От бояр, что Москву ведают от князей Хилкова до Промского». Царь протянул руку. «Прости, государь», сказал, отстраняясь Морозов, «опасно, неизволь в руки брать. В Москве язва, государь». «А что патриарх молчит?» Патриарх покинул Москву, государь уехал и царицу Марью увез с ребятами. «Куда?» «В поле, на стан, на реке Нерли. Моровая язва в Москве поветрие, чума с Волги. Надо б на государь, чтобы про то начальные люди в войске молчали. В ратьях дурно бы не было», шептал Морозов, а Милославский тревожно кивал головою его словам. «Москва», вдруг, покатились, приближаясь мощные голоса ратников топот коня и смело отбросив в полу, ловкий жилец шагнул в шатер. «Государь, сиунчей к тебе, усвет наши взяли». И царь встал лицом ко входу. «Зови сиунчеем, пусть сам расскажет», светозарно улыбнулся он. «Чума, чума что, победы у нас». Военные операции под Смоленском развертывались. Боярин Далматов-Карпов подвез туда спешно из-под Вязьмы большой наряд. Пищали, что метали каменные ядра по пуду весом, да установил под Смоленском восемьдесят пушек ломовых, что били по башням и воротам день и ночь безотрывно калеными ядрами, зажигая пожары. Через две недели Смоленский королевский воевода Абухович и комендант крепости Корф запросили переговоров. Речь шла уже о сдаче. К вечеру четвертого сентября, когда солнце за Смоленском садилось в алые тучи, в дымы от горящего города, в царский шатер вошли оба царские большие воеводы Морозов и Милославский. Встали улыбаясь и царь посмотрел на Илью Даниловича толст, сед, курнос, ну а хитер. Пойдет Илья Данилович сказал царь. Тестюшка выдвинулся с поклоном вперед. Морозов блеснул взглядом, щипал бороду. А в товарищах с ним пойдет стрелецкий голова Матвеев Артамон. Бился он отважно, пусть принимает город. Морозов повел чуть глазом в глубину шатра, среди других стоял, а теперь кланялся, молодой русый бородач в немецких рейтарских латах, сильный, ловкий, с острым веселым взглядом. Морозов видел его в первый раз, но уже много о нем слышал. Это его царь приметил тогда в ночном бою на стенах Смоленска. молод, а меня заменяет, подумал Морозов, но поглядим. Переговоры начались. В поле под Смоленском поставили шатер, где сошлись Милославский и Матвеев с Обуховичем и Крафтом. «Боярин», — сказал Матвеев Милославскому после первой встречи, «надо переговоры затянуть. Сдается мне, что смоленские люди сдадутся мимо ихних воевод до коменданта». Так оно и вышло. Говорили до вечера, а утром в Смоленске три пана, один Голинский да двое братьев Соколинских, подговорив членов Борисоглебского славянского братства да русских из крепостной пехоты, сами сорвали знамя с воеводского дома, раскопали, распахнули ворота крепости и, волоча по земле королевские знамена, побежали к царскому холму с криками «Москва!» Было двадцать третье сентября, холодное ясное утро, в которое и теперь уже в последний раз Смоленск вернулся к Москве. Московские люди хлынули в выбитые ядрами изрубленные топорами ворота Смоленском. Дома трещали от казацкого, немецкого до татарского грабежа, разъяренные местные православные сводили счеты с теми, кто обижал их при королевской власти. Вместе со стрельцами, казаками, немцами, татарами в город ворвались присланные Никоном православные попы-домонахи. Хватали поляков и евреев, силой крестили их, искали ксензов, били, выгоняли их из города. В польском костеле на Соборной горе изломали католический престол, разыскали и снова поставили прежний иконостас, и в первое же воскресенье царский духовник служил там обедню в присутствии царя и бояр. Перепуганные евреи, чтобы избежать крещения, надевали нательные кресты. 24 сентября был отслужен всенародный молебен. После молебна в шатрах у царя пошел великий пир. По обе руки от государя сидели два царевича, сибирский да грузинский, начальные военные люди, духовенство, бояре, окольничьи, сотенные головы государева полка, пировали целых три дня. Все униадские церкви были обращены в православные. Из католического гнезненского монастыря выгнали вопящих и рыдающих монахинь, открыли там женский православный монастырь во имя Вознесения Господня. Торговые королевские люди были выселены из Кремля. Их дома заняты московскими ратными людьми. Воеводы в Смоленске сел оружейничий Пушкин Григорий Григорьевич с товарищем братом своим Пушкиным же Степаном Григорьевичем. В крепости Смоленска стали гарнизоном московские стрельцы двух полков Егора Лутохина платье красно до петлицы малиновой шапки железные до полка Ивана Полтева платье серое с петлицами красными шапки железные тоже. Открылись земская изба приказы таможня открылись царевы кабаки устанавливались московские твердые порядки и обычаи Сам царь Алексей в начале ноября двинулся по первому снегу отъехал в Вязьму куда спасаясь от чумы переехала царица Марья с царскими ребятами и с патриархом Никоном Глава седьмая Разоренье Война словно стебанула грела подняла вздыбила и оголодовала московское государство Московская война обратилась против самой Москвы по тревоженным ульям гудела Москва провожая первые рати на Вязьму и Полоцк поднимались все стрелецкие слободы что разбросаны по белому да по земляному городам стрельцы суетились ладили в своих дворах ружье одежду обудку готовили каждый себе походный запас собирали обозы приводили хозяйство в порядок чтобы оставить его семьям телеги с походным имуществом вытягивались из Москвы таборами вставали на Можайской дороге в слободах звенели хмельные песни ругань смех вой и плач стрелецких женок из других городов в Москву подымались шли датошные люди в солдатские полки подходили табуны забранных коней для рейтарских полков валили черные крестьяне под командой своих помещиков на пустырях на огородах под высокими стенами земляного белого китая городов шло обучение ратных людей строю надрывали глотки свои иноземные начальные люди со стороны крымского брода тупо били ухли пушки там на полигоне учились стрелять пушкари шумно было на торгах на площадках красной лубянской на зубовской болотной хлебной торговали так что после обеда в лавках уж никто не спал не отдыхал некогда шумно было на торгах однако шум не веселый какое уж веселье чай на войну собирался черный народ вот широкоплечий невысокий мужик тяжело вздыхая пробует черным ногтем остроту топора машет им свирепо испытывая ухватистость топорища и угрюмо глядит на широкобородого вспотевшего продавца тот-то небось дома тут же кто-то подбирает ратовищи крогатине кто покупает железную шапку стрельцы владельцы лавок уходя на войну распродавали товары убирали их ломали ларьки зато всюду весело шумели вешние ручьи катившиеся бурными желтыми потоками с московских холмов в речки в неглинную в язву в чечору в черногрязку в хапиловку в синичку в сару в московские крутые овражки чтобы попасть в конце концов под льды Москвы-реки в латв весеннему шуму вот чирикали воробьи купались в ручейках гуляли у лавок сизые белые коричневые с радужными горлами голуби светило вовсю солнце у земского приказа у воскресенских ворот толпился народ особенно густо на столбе на раскате вывешен царев указ читал его здесь вслух в полный голос наш знакомый ульяш охлупен чтоб нашим ратям скудости ни в чем не было указал великий государь взять на жалование ратным людям с каждого двора на церковных дворянских да дворцовых землях по полу полтине со двора а с крестьянских да с бобыльских дворов по четыре алтына с деньгой того в половину ульяш прочитал подмигнул сверкнул глазами бей своих чтоб чужие боялись ну православные раскошеливайся и побежал домой к хозяину понес новину да опоздал Кирилл и Васильевичу Басому про это давно поведали подьячие в приказе большой казны московские гости должны были готовить целовальников добрых торговых людей крест целовавших в знак великой клятвы что будут и торговать и те деньги собирать честно что ж на доклад ульяша вздохнул только Кирилл Васильевич война змеем горынчем жрет война деньги пьет кровь и в поле и в доме ну сперва начало соберем а потом от Коли возьмем в полдень в тот же день пошел Кирилл Васильевич в гостиную избу повидать кого из московских торговых людей поговорить обсудить и верно сидели там за сбитнем Семен Матвеевич Грачев а погодя немного навернулся и Стерляткин Феофан Игнатьич пошел жаркий хоть негромкий разговор сбор это наши целовальники соберут говорил длинный Стерляткин пригинаясь к самой скатерти воеводы кое-кого направешь поставят другие сами заплатят худо вот одно деньги на жаловань ратным людям за рубеж уйдут из нашей земли проедим их там на чужом хлебе а у нас в земле с оборотом и так скудно а как станет еще менее промыслов некому покупать будет а промышлять перестанут голодать будут черные люди жал в кулак да распустил бороду грачев спустят ой спустят нам брюхо царь да патриарх ту 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 приближаясь издали гремели удары барабана ту 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 опять берюч едет выглянул в окно босой так и есть останавливается выйдем ка друге на крыльцо послушаем вести небо синело ярко над кремлем горел золотой годуновской своей шапкой Иван Великий галки кружились меж куполов берюч в желтом кафтане остановил каурова бахмата чел оглушительно ведомо бы было всем посадским торговым промышленным людям дали бы они со своих животов сказки за руками голов старшин до начальных людей сколько у них у тех посадских торговых промышленных людей животов пожитков из тех бы животов платить бы им посадским торговым промышленным людям в государеву ратную казну десятую деньгу безо всякого замочанья десятая деньга десять процентов громом гремел голос берюча лицо его налилось от натужного крика кровью глаза выкатились рыжая борода прыгала вверх и вниз а торговые посадские промышленные люди на торгу неподвижно слушали указ повесив головы опустив руки конь знам дело любит овес земля навоз а воевода принос берюч толкнул широкого бахмата поехал далее трое гостей молча вернулись за стол вот вот тебе бабушка июрьев день проговорил босой усаживаясь на скамью ух сегодня кабаки дадут доходу пропьем русию казне легче будет ладно хоть мужика то не обложили ворчал стерляткин дай срок доберутся обложат сказал Кирилл Васильевич разглаживая ладонью скатерть ноготок увяз всей птички пропасть эх други товарищи пришла война окончилось наше собирание земли опять в драку лезем разматываем землю разоренье великое наше дело малое собирая деньгу рассудительно отозвался Грачев не наше это дело Семен Матвеич царское это дело воеводское мы-то торговые от народа мы раньше этим земским делом правили верно а ныне у воевод в подручных ходим мы людей не трясли а воеводы людей на правеж ставят ровно яблоки трясут а мы деньгу собираем говорил босой теребя скатерть народ то волен ну его и жмут кто воеводы да патриарх не хуже воевод царь во всем виноват забежают нас и кто ж ну кто дурно бы не было какого проговорил оглядевшись босой народ серчает дело-то ведь никак не лучше плеще его покойника куда твои бояре по стерегся бы ты патриарших истцов васильич услышь что режут язык с царем патриарх но не крыльцо в крыльцо живет шабры соседи продолжал тихо босой палаты какие ну что будешь делать только кто подымется сейчас себе палаты строит чванится от греков турецкий ихний обычай принял патриарх добрых попов лает на цепь сажает в сибирь ссылает протопоп аввакум от казанской где иван неронов старец где и ворон костей их не сыщет что творится господи твоя воля и на войну идем и дома то воюем и нагнулся к окошку ишь кто это едет запряженные в одну лошадь с верховым возницей через спаские ворота в кремль въезжали длинные на лодку похожие сани старец в фиолетовой скуфейке с меховой выпушкой в смирной одежде сидел привалясь к спинке выше головы торчал посох а митрополит едет новгородский макарий над быть царь-то собор опять созвал церковный ну с миром изыдем братья говорил Кирилл Васильевич дел-то много не переделанно в приказы надо б поспеть несмотря приказом поднимавшим войско и с поместным ставившим рать и с посольским отправлявшим посольство за границу с извещением о войне царь в этот мартовский день еще собрал и церковный собор всей земли под золотой росписью крутых сводов столовой палаты под ее святыми угодниками ангелами архангелами под святыми митрополитами да князьями в епончах с пестрым аграфом на правом плече от узких окон было темно горели висячие паникодила епонча широкий безрукавный плащ аграф род ювелирного украшения брошь пряжка курились ладан да смола царь сидел сдвинув бровиного высоком кресле был он уже в большом походном наряде в шубе опоясан мечом явно всем пошел воевать рядом никон патриарх в греческой новой митре на голове в зеленой бархатной мантии с золотыми досеребряными источниками скрижали с херувимами по подолу бубенцы на груди две панагии посреди их крест в толстой руке посох святого Алексея митрополита московские земные дела подкреплялись законом небесным полукругом на седалищах восседали неподвижно уставе уставе бороды 10 митрополитов до архиереев в лиловых мантиях 10 архимандритов и настоятелей в черных 13 протопопов в темных однорядках до скуфейках лица их до длинные волосы под цветом свеч отсвечивали желтым бледным серебряным первую речь на соборе сказал сам патриарх ныне по благословению нашему великий государь царь и великий князь московский подымает меч против врагов веры православной разделивших великую вселенскую церковь апостольскую и перед лицом святого важного дела сего нам подлежит быть едиными и на отцы и братья как ответим грозно спрашивал патриарх подымаясь стоя во весь рост сверкая глазами и алмазным крестом на митре исповедуем ли мы церковь по-древнему по-гречески как бывай на москве патриарх вселенский поисий указал нам на сие а мы патриарх московский и всея руси тогда же указали или же по-новому по-московски по-древнему по-гречески утвердил собор чернецы монахи архиереи митрополиты протестовать и не могли придавлены были отречением от мира протестовать могли бы разве белые попы жившие с народом пахавшие с ним землю промышлявшие ремеслами наставлявшие его в правах учившие его подчас за учение свое избиваемое вольной буйной пьяной дерзкой своей паствой до полусмерти вынуждаемые оставлять свои приходы спасаться бегством в Москву из 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 всей тысячелетней веры народ принял облегчительный упрощенный обряд креста приобвык к нему а патриарх еще год тому назад приказал креститься всем не двумя а тремя перстами когда услыхали тот приказ сердце у нас озябло и ноги задрожали видим братья зима хочет быть и воскликнул протопоп Аввакум потрясенный протопоп Иван Неронов тогда ушел на неделю в чудов монастырь обдумать да молиться и сказывал будто слышал он там в тонком сне голос время пришло страданием подобает вам всем страдать протопоп Данила Костромской дал вакум юрьевицкий подали царю тогда же челобить я вере христолюбивому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси самодержцу благочестивый царь или не признан ты больше во власти твоей или умерла Русь или у церкви отделена голова ее и Никон пожирает все кругом Отдельные простецы попы отпрянули прочь от этой никоновской затейки и на них обрушились за это гонения Данилу протопопа Костромского указал же тогда Никон патриарх своим Тиунам схватить в монастыре у Тверских ворот его растригли на глазах у царя послали в чудов монастырь хлебопеком Тиун слуга приказчик У Ивана Неронова протопопа сам Никон сорвал с головы скуфью посадил в темницу в Симонов монастырь и сослал его в Вологду Логина протопопа Муромского в Успенском соборе при царе да при царице растригли и тот протопоп Никону патриарху через порог царских врат в алтаре в глаза плевал за это выволокли Логина протопопа из собора на цепи били кнутьями да метлами по приказу патриарха да волокли до Богоявленского монастыря и нагово посадили в подземную яму а в вакуума протопопа схватил за всеночной патриарший дворянин Борис Нелединский со стрельцами сволок в Кремль на патриарший двор посадил на цепь били жестоко а наутро бросили в телегу руки цепями растянули повезли устрашающие перед черными людьми в Андроньев монастырь в подземную темницу потом Никон патриарх указал ввести протопопа в сибирский приказ и первого сентября 1653 года начальник сибирского приказа князь Трубецкой Алексей Никитич дадьяки протопопов Григорий Стретьяком Васильевым объявили протопопу аввакуму за твои великие беспутства сослан ты аввакум царем и патриархом в Сибирь в город Тобольск главная оппозиция была схвачена разогнана уже год назад и теперь церковный собор подтверждал идти в вере за греками и все-таки в деяниях собора 1654 года подписались не все его члены нет подписи царского духовника протопопа Степана нет подписи Семена епископа Тобольского который приехал в Москву из Тобольска уже встретившись там с аввакумом а епископ Павел Коломенский подписываясь в деяниях прямо протестовал против необузданно самовластных действий патриарха разоряющего а не устрояющего души народа война на западе подымала религиозную войну в тылу в душные августовские дни по двине по сухани тянулись по малой воде дощаники с Архангельска в великий устюг шли парусами веслами бурлаками конями крики песни ругань из Архангельска с английских голландских гамбургских кораблей везли в Москву ратные всякие припас порох ружья сукна чуя наживу иноземцы густо лезли в Москву война были они и в устюге их речь слышна была на его улицах их фигуры в чудных кафтанах в широких шляпах мелькали среди цветных рубах мужиков сновали по взвозу между водяными воротами и пристанями на сухани московские начальные люди толстые волосатые спесивые выпитив брюхо из легких ферезей с завязанными на спине длинными рукавами дивились как ловко и учтиво иностранцы отвешивали им низкие поклоны со шляпами на отлет в дружбу набивались сильно приустал за день беготни года Василий Васильевич босой война с самого утра Василий Васильевич к себе потребовал сегодня воевода ночью пригнал легкий стружок из Вологды сдал московские грамоты угнал дальше в Сибирь солнце стояло еще в полдерева а босой уже входил в горницу к воеводе воевода князь мышецкий Ефим Васильевич сидел за приказным столом заваленным столбцами бумаг по горнице путаясь в длинных кафтанах метались на лавках сидели строчили на правых коленах подьячие дикие принимали посетителей ладейных вожей промышленных и торговых людей кричали спорили торговались воевода мужик постный бледный с усталыми глазами на выкате лысый то и дело вытирал красным платком катящийся по лицу пот и тянул из ковша квас воевода василий василич сказывай друже сколько у тебя хлеба в амбарах грустно спросил князь мышецкий василий василич быстро метнул глазом на воеводу да с полста тысяч пудов наберется сдай все в сибирский приказ в москву грузи отправляй говорил воевода постукивая пальцами по цветному в чернильных пятнах сукну столам так так а расчет как государь а деньги сам и соберешь с народа забирай списки из моей избы по сошному разрубу по уезду и вздохнул война как озорной мальчишка выгружает шапками из дупла орехи запасенные белочкой хозяйкой на зиму воевода забирал у басова готовый хлеб что поделаешь война а как я то соберу хлеб с уезду думал Василий Васильевич торопясь комбаром навстречу ему шел остановился низко раскланялся немец пошел вдогонку за басым знаками подзывал к себе толмача люди то в датшные уходят кто будет хлеб жать да молотить направешь что ли кого ставить ежели они все с топорами все подвойной милостивый господин говорил ему держа шляпу на отлет едва поспевая за ним худущий немец толмач ви может иметь большой интерес покуда Василий Василь метался по своим хлебным складам немцы от него не отставали наконец басой сел на скамейку под шумной березой у амбара расстегнул в холодке кафтан долго тер лицо платком а когда отнял его от лица перед ним снова стояли учтиво в поклоне оба немца около устюга железная есть руда на урале есть руда можно делай железо война поставить надо как это офен печка и ковать железо тах тах изобразил переводчик кузнеца направешь мне людей становить не придется рассеянно смотря на немцев думал василий васильевич не соберу я хлеба а ежели не соберу чего в сибирь пошлю тихону своим людям как мягкую рухлить выручу разоренье милостивый господин может себе делай большой профит хорош бариш опять заговорил толмач после тарахтящей речи гражданина города Гамбурга своего рыжего веснущатого господина Ягана Бруна царь война много пушек надо пуф пуф много пушек делай дешево продай дорого Василий Васильевич наконец глянул на немцев пристали как банный лист подумал он те стояли вытянувшись едва дыша от жары в своем черном каленом бархате таращились угодливо скажи к ты ему сказал босой переводчику не можно нам брать дорого мы артелями работаем дешево платить работным людям не можем и царю продаем по совести так у нас положено и еще ежели железо ковать где я скажи артели наберу ну кто пойдет ковать землю бросит железо ведь не съешь людям хлеб надобен больше железа опять затарахтела немецкая речь опять подскакивая от старательности переводил переводчик выходила царь может дать босому много людей чтобы они работали на заводе босова как то делается где-то в шлезвиге надо только брать как это по-русски мустер образца с немцев у бояр на волге работает мужик раб уголь жгут там морозов ошен богат в москве надо много ружье сабля пушка сильный цар и откуда они такие берутся думал босой глядя на напористых своих собеседников самую душу язвих так и лезут одна рука два рука говорил переводчик и жал сам себе одной рукой другую а господин брун уже тянул босому бледную веснущатую руку с цветным перстнем господин брун знал чего добивался черные люди уже прикреплены были к иностранным заводам в Туле у Виниуса у Марселиса кровососы думал босой народа нашего не знают в телегу его не запряжешь в хомут не засупонешь они сами того и гляди чтоб боярами тряхануть а босовские мужики между тем муравьями выволакивали суханьем хлеб из амбара словно не понимая что дело-то идет об их жизни прикидывали мешки на коромыслах весов валили на телеге везли к суханье реке пусти немцев хозяйничать они и дыхнуть народу не дадут думал Василий босой воевать а по что что воевать или у нас земли мало да куда ж это он эй отец нафанаил к босому стремительно бежал мохнатый монашек в черной однорядке в больших рыжих сапогах из-под скуфейки прямыми прядями легли на плечи белые патлы то был келлэль троицкого монастыря нафанаил подбежав к Василию Васильевичу привставшему навстречу монашек благословил его слазил в глубокий карман за просфорой приподнес ее утер платком лицом сел рядом Василь Васильевич чего делать заговорил он моргая жалостно под слеповатыми глазками хлеб убирать надо самое время а он грамоты шлет кто патриарх приказал с наших монастырей все подводы забрать и с наших и с архангельских и с Тотемских и с Вологодских все как есть с конями с телегами людом и гнать те подводы под Смоленск вон куды да как же мы хлеб убирать то станем Василий Васильевич подскочил приказчик один амбар как есть выгребли под доску греби другой буркнул босой давай давай и указал патриарх пуще чтобы шубы с монастырей да с мужиков брать на ратных людей да еще слышно приказчики сейчас сказывали еще есть указ царевича Алексея Алексеевича платить всем пятую деньгу пятая деньга двадцать процентов весной то уж брали то весной ныне со всех людей из монастырских из дворян из черных людей в земской избе списки пишут с кого брать босой забыл про немцев хотя те все еще терпеливо и почтительно так и стояли без шляп смотрел как опустошали второй амбар срывались его торговые замыслы останавливался оборот падало делом война вздохнул разоренье широка смоленская дорога стелется бесконечной бурой полосой разъезжена колесами перетолчена копытами конскими и стоптана ногами в сапогах в лаптях а то и босыми в жару вьется курица над нею пыль в дождь грязь стоит в колеях в колдобинах вода блестит от неба синим стеклом в погожий день сентября обступили дорогу по обе стороны березки желтые красные осинки зеленые статные елочки насланы по отлогим угорам желтые стерни черные пашни по горизонту бредут леса а промеж тех пашин и лесов деревни растянули свои деревянные четки бусами черных исп а по дороге идут уходят ни обозы с товарами ни с хлебом ой беда беда рати идут да идут шумя гремя переговариваясь постукивая рогатинами ослопами друг от друга звеня бердышами копьями ружьем луками посверкивая мечами и топорами без конца идут и идут на закат солнца с мурой пешей рати едут конные тянутся обозы везут добро чтобы пожечь все в огне войны идут теперь дальние люди из-за Урала слышны то хохот то грубые крики то невеселая песня впереди впереди каждой рати вьется в ветре красное знамя с нерукотворным спасом несут носилки с кивотом отрядной иконы заступницы небесной вдоль дороги кое-где поодаль костры курятся белым дымом черный народ отдыхает у огня ест спит в воздухе плывут белые паутинки война подняли могучий бородатый народ встал он стеной из края в край топчет мерит шагом свою великую землю идет на бой на драку а навстречу тянутся раненые побитые войной искалеченные люди бредут ковыляют без одной ноги на вырубленных в лесу костылях а кто без обеих ползут по обочинам дороги в грязи по лужам волокутся поддерживая друг друга замотанными кровавым тряпьем обрубками рук высматривают хоть одним а дерзким глазом из-под повязок на головах приступали эти люди на Смоленск приступом подрывались на взорванной ляхами молоховской башни ранены камнями под стенами сброшены сворот поломали себе руки ноги хребты несчастным посчастливилось выползти из-под холмами наваленных трупов своих и вражьих и теперь никому больше не надобные бредут они домой от деревни к деревне междвор стуча под окошками кормясь христовым именем засыпая помирая под придорожными березками да под елками греясь памятью про немудрящую бабью ласку холодея при мысли что скоро зима что не добрести до дому не уйти им никуда от белых снегов от стай широкогорлых серых волков от крика и клёкота кружащего в воздухе воронья скачут меж ними борза на серых в яблоках аргамаках двое царских сиунчеев в цветных кафтанах на заляпанных грязью лицах только белые зубы да глаза везут в Москву победу Смоленск взял царь Алексей Москва гремят в ответ могучие голоса и встречных и обгоняемых и раненых и здоровых Москва первые сиунчей Васька Данилин пригнувшись к луке седла взлетел под Москвой махом на поклонную гору коня осадил стал креститься перед ним разослалась деревянная садовая березовая в куполах и крестах в осеннем уборе Москва довел Бог опять увидеть белокаменную подождал напарника Ерему Петунникова оба затрусили вниз у Новодевичьего монастыря горели дымные костры застава стой закричали караульные мужики в сермяги скрестившие перед всадниками копья слазь с коня откуда гостей на дьяволу вам зенки повылазила царем и люди сиунчей к царице с доброй вестью слазь говорят не слушая говорил старик с бородой во всю крутую грудь застава иди окуривайся дьявол дымом окуривайся оно хорошо может еще и не сдохнешь караульные подбросили в два костра можжевельнику поставили между ними Ваську и Ерему посмеивались как оба стременных задыхались от белого дыма мор что ли спрашивал Васька Данилин прикрыв рукой рот по что застава и не приведи господь мор махнул рукой старик запахивая полушубок морем как мухи заставы кругом ни в Москву ни из Москвы а рати то как идут кругом Москвы к царице мы от царя старик засмеялся словно загремели падающие бревна задвигал седыми бровями к царице нету царицы в Москве нету ищи ветра в поле как так нету убежал царица сказывает народ говорил он снова беря копье в охапку куда не хочет подыхать на Москве известно ответил за старика хмурый русый молодец он хромал на кривой ноге подходил к кострам бегут патриарх убежал и царицу уволок они бегут а ты скачи зря грохотал старик может вас в красных таковтанах чума забоится да че везете то смоленск царь взял крикнул васька москве радость везем и старик в тулупе и хмурый молодец и другая сторожа открыли глаза Москва кричали они Москва езжай товарищи то добро хотя и перед смертью сказал старик и сиунчей скакали уже по деревянной мостовой арбата в желтом свете вечернего солнца тут и там плоско валялись по улице трупы чумных в корчах отдавшие богу свои души зачумленные дворы стояли с завальными землей воротами люди обходили их серединой улицы на углу у Николы Серебряного стояла телега и божидомы в желтых балахонах скрывавших их с головой крючьями втаскивали трупы на телегу запряженную парой кляч в канаве рядом билась в последних судорогах женщина но прибрать ее пока не помрет было нельзя проходящие жались от нее подальше народ крикнул было Васька Данилин царь но не договорил идущий на него от конюшенного переулка человек остановился схватился за грудь закашлял отчаянно рухнул в лужу извиваясь в корчах куда скачем крикнул ерема давай в земский приказ ответил Данилин князю Пронскому Сеунчеи поскакали по маховому болоту прогремели по мосту через Неглинную к Воскресенским воротам вскакали в Китай город Вся площадка и раскат у земского двора были забиты народом стоял неистовый крик на крыльцо земской избы лес огромный старик со сметенной в сторону бородой за ним еще несколько человек на крыльце старик повернулся к народу и обеими руками поднял высоко икону нерукотворного спаса смотрите православные вопил старик смотрите чего сделано со спасом народ потрясенно примолк один выставлял голову через другого каждый старался рассмотреть что показывал старик лик христа на иконе был изуродован жестоко соскребен скребком прокатился вздох ужаса толпа опустилась на колени начали кликать вопить бабы а старик кричал неистово православные мы через это все помереть должны черную смертью кто же сие сотворил спрашивал он потрясая икону никон патриарх никон скребет пресвятой честной лик патриарх скребет а царь то подметает крестит савелит нам латинской щепотью волк тот никон жрет он овец христовых и иконы бесчестит братья послан черный мор на народ наш как казнь египетская из-за патриарха мрем из-за царя не с народом они идут против нонче не спасемся взвился отчаянный голос нет погибель пришла чума война кричал страшный человек в длинной белой рубахе потрясая обрубком руки замотанным в грязную тряпицу вот я с войны куда я теперь ну куда на крыльце земского приказа забурлили затолпились к народу выходил ведавший москву боярин князь пронский Михаил Петрович еще не старый высокий худой бровастый измученный поднял желтую руку вверх народ крикнул он разойдись разойдись чума ходит помрете все помрем один от одного от царицы грамотка пришла указала она матушка царица чтоб народу сказать что великий патриарх только те иконы скоблить велел кои латинского письма попешского переводу попешский перевод папский католический образец и велит великая царица марья ильинична сирот некому гремел нарастающий конский топот заолелись над толпой кафтана сиунчей лихих шапки на бекрень закрестился князь Михаила Петрович сиунчей сиунчей альбо что они есть народ кричал Васька Данилин сдернул шапку маша ею народ государевы рати Смоленск взяли взяли Москва Москва отозвался троекратным эхом народ Москва многие лет о государю Москва народ стал кричать надрывно князь Пронский махая руками к лобному месту ступайте молебен петь Москва Москва гремел народ солнце садилось тени от башен кремля легли длинно гремели колокола по Москве горели свечи в фонарях на лобном месте служил благодарственный молебен Петерим митрополит Крутицкий гремело могучее ликующее многолетие царю Алексию Победоносцу гремел пушечный салют ой не должен я князь проговорил Пронский товарищу по должности князю Хилкову выбираясь из возбужденной толпы спас Никона царь-то мал бы ему не было оху да мне за победу наши муки все простят княже отвечал князь Иван Васильевич и подняв посох шагнул в повозку обернулся на ходу ну а ежели с врагом не выдюжим не прогневайся от народу мало не будет утоп в осеннем дожде макарьевский монастырь под колязином низкого лакуца серые облака березы до осины отрихают свои рыжие кудри несокрушимо зеленые широкие кроны кедров глядят из-за белокаменного пояса ограды между башнями в старинной келье высокие беленые своды с железными перехватами в келье молодая царица сидит Марья Ильинична царевича Алексея белой грудью кормит вспоминает московский царев вверх деревья головами трясут стужают ай-ай царица где сидит куда убежала одно счастье детище царевич Алексей Алексеевич гулит губками чмокает сосет ему уж по седьмому месяцу Дуня царевна толстыми ножками топает ей по четвертому годочку Марфуши царевни нет и двух обе девки больно утешные в сарафанчиках алых коски торчат с косоплетками щеки у обеих нарумянины смеются обе шум стоит в царицыных кельях смех возня бабья девичья болтовня подолы шуршат боярни ближние павами плавают тут сестрица царицына живет Анна Ильинична морозовская жена старого боярина Бориса Ивановича каждый день наряды меняет княгиня репнина Василиса Фоминишна толстющая квашня квашней еле ноги распухшей таскает да Шереметьева Маримьяна Дементьевна из грузина клехая черноглазая черт чертом да еще Салтыкова Фекла Михайловна ну Фекла Фекла и есть да матушки и нянюшки да сенные девки много спят по кельям в повалку царицыно жильцы по коридорам шныряют ну какой тут порядок может быть а рядом тут же и патриарх Никон в кельях живет сперва на Москве патриарх приказал от чумного наваждения заложить в царевом верху в Кремле все окна чтобы янзва не прошла заложили а люди все мрут ну и увез патриарх царицу из Москвы оберегает он царицу соблазн большой и самому патриарху еще больших годов нету еще в крови мечтанье а царица как цветок румяна девки под вру мимо кельи бегают патриарш ечернецы как стоялые жеребцы форчат глазами зыркают разве это монастырь блудилище свирепеет патриарх день ото дня из трапезной почитай не выходит суд да расправу чинит над попами кого плетками стягать велит кого на цепь сажает кому литургисать запрещает стон плач крики неблагочиние литургисать служить литургию гневен сидит патриарх четки перебирает очами сверкает а за окном дождь анафемский холод из-за дверей царицыны девки поют ладно уж ты душечка краснодевица чернобровая радость черноглазая зла присуха молодецкая иногда глаза патриарховы даже и в немецкие очки не видят от гнева пишет ему донос из Тобольска архиерейский дьяк Ефимий Струна а тот господине распоп Аввакумка распоп растриженный поп что меня бил да по церкви волочил тебя государь великий бесчестит всякой лаею ты патриарх где овчообразный волк яде высмотрел его сатану давно великий он обманщик в окно из палаты деньги нищим мечет едучи золотые кидает народу а народ то слеп хвалит государь миленький не бывало такого от веку а бабы молодые и черницы в палатах у патриарха временницы тешат его великого государя присквернейшего антихрист он а иные речи и сказывать соблазнительно встал никон борода взъерошена глаза в икону упер перекрестился дьяка послать крикнул могучий он перекрывая все другие звуки песня оборвалась вбежал дьяк в долгом кафтанце поправляя ремешок на волосах никон указал ему на стол садись пиши в раз наш святейшего патриарха указ в сибирский приказ оного распопа Аввакумку Петрова и Стобольску слать дали на Лену реку за то что лает добронит патриарха в дверь кельи царицы постучали господи Иисус Христе помилуй нас аминь заменила царица со скрипом распахнулась дверь вошла боярня Морозова Федосья Прокопьевна молодая что цветок полевой что недавно завдовца Морозова Глеба Ивановича боярина брата Бориса Ивановича вышла стала смирнехонько в темной телогрее тонкие ноздри дрожат поклон отдала тянет царице Марье грамоту отписка тебе матушка царица с Москвы а курина ли серой то спросила царица протянув было руку да отдернула назад сама ты и чти Алеша мне не дает ножками бьется через огонь грамотка переслана как можно сказала Федосия Прокопьевна и зачитала внятно спрашивала ты матушка царица Марья Ильинишна и царевич Алексей Алексеевич от князя Пронского Михаила Петровича вестей что деится на Москве и отвечает вам государь мои Хилков другой Иван Иванович волею Божию боярин князь Михаил Петрович Пронский чумою помер а на другой день боярина князя Ивана Васильевича Хилкова не стало же и окольничий князь Федор Андреевич Хилков лежит при смерти же болен да я холоп ваш с часу на час жду смерти же а поветрие моровое на Москве не утешается и теперь больше прежнего и в монастырях государьи мои на Москве в Кремле в Чудове в Вознесенском и на Троицком и на Кирилловском и Спасском и на Симоновском подворьях и в Китае городе в Богоявленском Знаменском и в Ивановском и в Рождественском и за городом у Спаса на Новом и в Андроньеве и в Девичьем и во всех монастырях старцы и старицы померли многие и казны стеречь некому и церкви в Кремле стоят без пенья а торговые люди в лавках и хлебники и калашники в корчевнях не сидят а торговые ряды все заперты а учали теперь быть дожди великие и дни посморные а на боярских государей и окольничьих и удумских и ближних людей дворах жильцов осталось людей по два по три и грабежи государя объявились в белом городе разграбили Осьпов двор Костяева да Алексеев двор Луговского а иные многие выморочные пустые дворы грабят а сыскивать государей про тех воровство и воров унять некому а у тюрем государей стояло стрельцов по тридцать человек да черных сотен целовальников и сторожей по двадцать шесть а иные и целовальники государей и сторожа по тюремным дворам волей божьей померли да и тюремные сидельцы от язвы каждый день мрут и впредь государей от воров от тюремных и от литовских людей и от крымских татар которые в плену как бы дурно не учинялось а оборониться государей и воров унять неким и о том великий государе вы нам холопом своим государе в приказ объявили бы царица слушала чтение широко раскрыв глаза подняв черные брови господи боже всплеснула она руками вот страсть отдай жильцам фидосюшка пусть снесут патриарху ну их морозова застыла сжав кулаки ноздри раздулись глаза горели он царица матушка патриарх тому всему виновен выговорила она глубоким голосом из-за патриарховых затеек посылает господь казни нам грешным все из-за проклятых греков патриарх крест нарушил иконы на пол бросает да колет фидось я строго сказала царица Марья не блажи иди тебе говорят пошли прошку жильца пусть несет грамоту государю патриарху морозова повернулась и вышла опустив голову покрытую сверх повойника широким черным платом а греки все ехали и ехали на Русь дудел берестяной рожок хлопал длинный кнут стадо медленно подходило к реке входило в воду отдыхать в жаркий полдень над берегом холм на холме в стенах в башнях город путивль блестят кресты церкви из-за реки стены холм город отражаются в зеркале воды река Сейм граница между Украиной и московским государством с украинской стороны из леса по дороге к реке выехало шесть больших двуконных повозок пять из них крыты лубом одна громадная бурая карета кругом лихо рысили усатые украинские казаки в бараньих черных шапках с красным верхом двое из них поскакали к воде смотрели из-под руки на московский берег там у таможенной заставы краснели стрелецкие кафтаны стоял паром повозки подъехали скозил щуками прыгали хохлы в холщовых мазанных дегтем шароварах и рубахах шли к воде пили закуривали люльки эй закричал через реку казак паром давай швидку эй стрельцы за рекой зашумели замахали руками наверх в город где похилились под башней ворота эй едут кричал хренов стрелецкий десятник греки греки едут хренов прыгнул на паром вслед за стариком паромщиком схватились оба за березовый канат и загнулись и паром поплыл шуршав к мышах да в купавках из городских ворот к реке катились бежали к реке московиты несли хоругви иконы сверкавшие под солнцем блестели поповские ризы в повозках гремел твердый говор будто доски падали одна на другую то говорили арабы но не выходили холодно в одной повозке наконец выглянуло смуглое до черноты лицо с бородкой клинышком человек завозился вылез молодой монах в узкой охлестнутой рясе с широкими рукавами в высоком как труба черном клобуке с широким донцем за ним монахи полезли и из других повозок собрались около маги высадили оттуда сутулого старца в лиловой мантии темно-ликого что твой мурин огнеглазого с клювом орлиного носа торчавшим из седой баранды мурин арабской негр владыка святой затрахтел по-арабски молодой монаха граница за рекой Руссия старец огляделся поправил клобук и взмахнув полами мантии словно нетопырь крыльями благословил обеими руками путивль там забрякали колокола старец возвел очи к небу сложив набожно руки боже отпусти нам наши грехи если нам не придется благополучно оставить эту страну дорога на Москву была несвободна путивльские воеводы давно имели инструкции не пропускать греческих монахов разных монастырей в Москву чаще чем раз в шесть лет монахи эти ехали за царской милостыней довезли с собой разные товары и деньги товары они в Москве распродавали закупали мехам горностая соболя белку и увозили с собой беспошлинно чтобы выгодно торговать ими в Константинополе в Венеции в Генуе но тут дело было особое на этот раз в Москву ехал патриарх антиохийский Макарий его давно звали к себе царь и патриарх Никон не первый это был патриарх едущий в Москву несколько лет тому назад проезжал этой дорогой по Исии патриарх Иерусалимский и всея великие Палестины человек соединивший византийское лукавство с турецкой льстивостью лукавый грек Паисий был поражен силой Москвы он видел перед собой быстро растущее и крепнущее государство увидел его могучий трудящийся народ понял он и Никона тогда еще новгородского митрополита его властолюбивый энергичный характер его влияние на царя оценил и пожаловал Никону Хризабуллу восхваляя в ней золотыми письменами деятельную веру Никона даровал ему право на мантии носить красные источники рубиновые узоры знаменующие потоки христовой крови Хризабулла грамота золотой печатью надо было прельстить Никона надо было овладеть этим простым мужиком привязать его к греческим иерархам изнывающим под мусульманским игом царьградских визирей и городских вали визир визир главный советник в Османской империи вали вельможа благословенно московская земля умиленно говорил тогда патриарх поисий земля в землях она беда одна духовенство и народ у вас простой грубой по нраву надо чтобы Русь брала себе за образец просвещенных образованных греков их богословия их древние обычаи жадно слушали царь и Никон такие слова греческого патриарха хитрый же гречин рассчитывал направить доверчивую простую силу Москвы против турок выгнать их из Константинополя сбросить полумесяц и вновь поставить крест на храме Софии поисий отъехал вскоре же во своясе богато одаренный царскими щедротами но голос его для московских высоких простецов остался глазом божьим Никон пока сам не стал патриархом молчал но сев на патриарший престол выполнил патриарх московский и всея руси никон совет поисия патриарха иерусалимского и всея великие палестины своим указом приказал он народу всей московской земли креститься тремя перстами по образу греческому побывал затем на москве патриарх константинопольский афанасий да заболел и скончался на обратном пути теперь в лице макария на москву пробирался уже третий патриарх ехал кир греческий господин макарий медленно много петлял выехал он сперва в землю воложскую да молдавскую чтоб оттуда уже тайно от турок побывать в москве ему долго пришлось пережидать пока восставший на украине Богдан Хмельницкий дрался против королевских польских войск только после переиславской рады мог двинуться макарий в Москву в свите патриарха был его сын дьякон Павел Олепский с великою честью встретил паром на московской стороне воевода боярин Зюзин с дьяками долго молились в соборе еще дольше сидели они за воеводскими столами опять молились за вечерний и только к вечеру гости еле живые от усталости добрались до приезжей избы владыка макарий сразу же ушел в отведенную горинку а дьякон Павел сидел долго у стола и записывал впечатление дня в свой дневник из предосторожности на всякий случай расхваливая все что видел дивили самым на порядки духовные у московитов писал он по-арабски все от больших людей до бедняков тверды они в обрядах и в вере службы церковные блюдут строжайше бьют земные поклоны без счета не едят сами и не дают нам есть пока не отойдет обедня сегодня мы чуть не умерли с голоду а за столом у боярина и воеводы Зюзина нас заставляли пить крепчайшее вино от которого голова шла кругом мы за столами еле сидим а уж благовестят к вечерне вот твердость в вере московитые в церкви стоят как каменные и приписал раздумчиво один бог знает удастся ли нам выбраться отсюда дьякон поднял голову прислушался что такое сальная свеча озаряла продымленные бревна избы за перегородкой молился патриарх под столом храпел поп Зиновий душно нет все тихо боже какие же муки придется нам еще терпеть а вернемся как встретят нас проклятые бусурмане не любит визирь чтобы турецкие люди ездили в москву думал павел что-то словно мелькнуло в лунном окошке дьякон положил калам на стол тихонько обошел по стенке посмотрел калам арабская заостренная тростинка употреблявшаяся для письма на ближнем востоке так и есть за окном голова в стрелецкой шапке прильнула ухом к самой слюдке дьякон ухмыльнулся вернулся сел за стол заскрипели по песку удаляясь шаги вдали лаяли собаки предупреждали нас еще в Киеве писал дьякон что в Москве иностранцы должны быть очень осторожны знающие люди говорят что те кто хотят укоротить свою жизнь лет на пятнадцать должны ехать в Московию жить там как подвижники в воздержании в посте за чтением священных книг вставая для молитвы в полночь в стране московитов нельзя шутить смеяться веселиться нельзя курить опий и гашиш здесь нет музыки говорят патриарх приказал сжечь недавно пять вазов гусли гудков дудок и здесь за всеми московиты подсматривают в щелку и если что увидят неугодное ссылают в Сибирь чтоб наказанный ловил для царя белок и соболей Сибирь это значит страна мрака и отчаяния нас попы черкассы предупреждали чтобы мы в городах не смотрели слишком внимательно на московские пушки на городские стены кто это делает тех сажают в тюрьму как турецкого шпиона господи спаси нас дай вернуться домой черкассы здесь украинцы дьякон тихо позвал патриарх не спишь дьякон высунул голову за перегородку патриарх сидел не в своем обычном кресле а на твердой простой лавке в сирийском полосатом кафтанчике выглядел тревожно архимандрит иосиф спал на той же лавке скорчившись под кислой овчинной шубой он был из жаркого дамаска и все время зяб не спишь владыка шепнул дьякон не могу сын что-то ждет нас в москве а каковы стрельцы видел страшные как наши янычары все сделают что им не прикажут сказывают владыка царь вот-вот смоленск возьмет а где победа там царская ласка владыка воевода то мне шепнул под рукой заговорил патриарх в москве чума чума ну куда мы едем зачем не за милостыней за смертью в москве люди на улицах падают пузыри по всему телу блюют черной кровью мрут горе когда едем зачем царь то на войне патриарх 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 макарий патриарх вскоре же двинулся из путевле лошади едва тащили колымагу и повозки по лесным дорогам патриарх 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 ветками к врагам на десятки верст заезжих дворов тут нет это не украина в поле не раз ночевали что не город крепость со стенами и башнями и каждое воскресенье вокруг стен идут они крестным ходом чтобы крепче были стены а проехали мы леса пошли широкие поля пшеница яровая очень хорошая рожь горох проса лен конопля всего больше чем на Украине у казаков потому что там война а белых синих красных цветов на лугах столько что глаз не отвести 6 августа путники были уже в Калуге куда патриарх Макарий не мог въехать в своей колымаге она не пролезала в ворота под башней был преображение день и патриарх служил обедню в поле благословлял плоды калужане принесли множество превосходных яблок и груш патриарха встретили хлебом солью коровая хлеба весил полтора пуда в Калуге полегчало патриарх со свитой сели в убранные коврами струги и поплыли по окерике в Коломну в Коломне путешественники стали надолго надо было выжидать пока не избудет земля чуму пока царь и патриарх не вернутся в Москву колокольный звон в Турции был давно запрещен и колокольный звон у московитов умилил патриарха и его окружающих до слез чума в Москве все больше записывает дьякон Павел говорят что умерло уже сорок тысяч московитов умерли в Москве почти все попы церкви стоят без пенья к патриарху Макарию со всех сторон пробирались в Коломну греки молили владыка как поедешь назад возьми увози нас с собой и ты бы сам владыка жил бы не в городе а в поле но с войны шли радостные вести царь Алексей взял Смоленск записывал Павел взято кроме того еще сорок девять городов перебито множество народу сто тысяч попалось в плен пленные стали очень дешевы восемь мальчиков и девочек можно было купить за один рубль взят Могилев записывал Павел царь пожаловал Хмельницкому царскую шубу со своего плеча булаву знамя казачьего войска будет сорок тысяч царь силен потому что его поддерживают богатые люди рассказывает дьякон они дают денег на войну против ляхов один московский купец дал шестьсот тысяч рублей вот как богата эта земля как богаты эти люди купец этот знаменит у него в Москве роскошные хоромы троицкая лавра дала сто тысяч патриарх давал сто сундуков с деньгами да царь не принял войско у царя семьсот тысяч человек триста тысяч человек одной гвардии пятьдесят тысяч человек в панцирях московиты так богаты и сильны записывал поражаясь араб что нам надо бы перенимать обычаи у них а не им у нас о какая здесь жестокая морозная зима записывает дьякон павел вместе с другими мелочами коломна завалена снегом от мороза трещат дома в избе днем темно все окна промерзли покрыты толстым льдом так холодно что мы даже молиться не можем дни короткие ночи длинные сальная свеча у патриарха коптит мы как все сидим с лучиной на базаре продают все мороженое мясо молоко масло битые свиньи стоят в санях как живые все удивительно дешево мы купили сотню качней капусты за шесть копеек а воду нам носят в ведрах из липовой коры а какие злые собаки у русских все необычно в этой земле все поражает автора московиты ездят на санях легких и быстрых как каики на босфоре каики легкие лодки у украинцев в церквах поют сладостно нежно умильно а московитов поют неучас и все больше басами вдовый поп у московитов служить не может идет в монахи пока не исчезнут мечты они хоронят своих покойников в долбленных гробах хозяин хозяин избы епископ павел коломенский сидит в заточении у патриарха никона потому что спорил против него и приписывает над этой записью брат читатель обрати свое внимание на столь крепкое управление церковью на такие наказания на такие строгие порядки ух ухнул мороз в углу и калам дрогнул в черной руке дьякона ух во время самой чумы отпраздновала Москва первую победу под Смоленском кто умер тот словно был мертв вдвойне ведь он не услышал такой радости а кто еще оставался жив вдвойне был радостен и тому что жив да и рад победе Москвы а владные хоромы князя ряполовского на волхонке под осенним дождем принесли сиунчеи великое горе княгиня Анна Яковлевна ряполовская покрыв голову черным платком вторые сутки не вставала с колен перед иконами муж ее князь ряполовский Василий Степанович убит был под Смоленском ударила его князя ядром прямо в грудь изломала его всего как есть рассказывал княгине Васька Данилин уперев дерзкие глаза свои в пол терзая в руках красную смеховой опушкой шапку Анна тогда как стояла так и опустилась на скамью у стола бледная как мел схватив обеими руками голову ты 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 виновата ты худая жена ты вымолила князю гибель ты не тебе или муж ни жене снился тот огнезарный кудрявый ласковый что приходил в лодье с моря храбр храбр был князь неукротим тихо повествовал Васька как приступался к стенам Смоленска а стен то во показывал он руками ударило его ядро махнуло только огнем ничего мы не нашли от князя где руки где ноги замолк княгиня Анна подняла на молодца скорбные глаза поди господь с тобой тебя приветят пали уже сумерки Данилин сидел в людской избе окруженной дворовым людом горела треща лучина мужики сидели на лавках бабы тут же щеки на ладонях так разорвал значит спросил чей-то шепот розорвало жаден был черт ай на стен покойник лес за тем что жаден княгиню жалко вздохнула баба в наступившей тишине издали вдруг донесся жалкий баб бей вопль уж ты стань восстань любимый мой пробудись ты от смертного сна ишь как бедная убивается сказала та же баба уж и любила она стал быть его из чего глава восьмая победа патриарх антиохийский макарий просидел в коломне до конца января пока воевода коломенский получил указ ехать ему патриарху в москву встречать с войны царя зима была солнечная мороз большой сани патриарха запряженные гусем бор занеслись лесом где сосны и ели вытягивали к ним белые пухлые лапы на зеленом подбое за санями едва поспевали дровни со свитой и с подарками в москву патриарх макарий въехал второго февраля на праздник сретенье господне когда зима с весной встречается закончилось его путешествие из антиохии в москву без десяти ден оно длилось три года гости выглядывали из саней дивились тройному кольцу московских стен множеству церквей и особенно малолюдству улиц народ сильно убавила чума гостей поместили в кремле в подворье кирилла белозерского монастыря где патриарх и ждал возвращения царя тут в москве мы направлены на путь подвигов трудов стояний обеден записывает дьякон павел в своем дневнике на путь самообуздания совершенства и благонравия страха и молчания шутки между нами и смех совершенно исчезли ибо коварные московиты все время подсматривают подслушивают наблюдают за нами чтобы донести царю и патриарху никону поэтому мы строго следим за собой не по доброй воле а по нужде мы ведем себя по образцу святых угодников против своего желания бог да избавит нас от них 3 февраля вернулся в москву бегавший от чумы патриарх никон из вязьмы где он с царем встретился в празднике рождества и крещения 9 февраля приехала в москву царица в тот же день царь прибыл в подгородный свой дворец в пяти верстах от москвы где ночевал а в москву царь алексей въезжал 10 февраля над февральскими сиреневыми снегами над сплошной овчиной утренних дымов над москвой висело малиновое солнце лютые морозы выморозили злую чуму и уцелевшие московские люди в шубах полушубках в тулупах в меховых шапках все устремились к земляному валу встречать царя алексея с можайской дороги звонили колокола пушки ухали так что тряслась земля впереди царского поезда начальные люди несли отнятые у врага пестрые знамена за знаменами шли попы в золотых ризах поверх шуб без шапок уши у них повязаны были платками дымящиеся кадила в руках прошла полусотня стрельцов с метлами разметая снег и среди красавцев юношей в белых шубах с серебряными топориками на плечах в красной собольей шубе без шапки шел пеше царь Алексей с ним рядом царевич сибирский за ним царевич грузинский одетый каждый по-своему под руки провели боярина Морозова тут же шел и окольничий ртищев в конце шествия ехали царские кареты со стеклами в золоте в серебре шествие двигалось медленно молилось у каждой церкви по дороге у шведского посольства стояли шведские люди смотрели на великолепное зрелище патриарх Никон глянул на них проходя шведы стояли в шляпах патриарх сказал слово и тут же боярин Зюзин закричал во всю глотку шапки долой шапки долой закричал и народ шапки долой и швы шведы сдернули проворно-меховые шляпы с Красной площади встречу шли честные люди Москвы торговые посадки с хлебом солью с подарками царю честные люди здесь зажиточные богатые на пяти серебряных больших блюдах под солнцем горели как жар четыре тысячи золотых прикрытые красной тофтой двадцать кубков золотых до золоченых сорок четыре до рукомойник золоченый все эти дары были даны лишь на показ выданные из казны большого дворца таков был порядок на Красную площадь собралась вся Москва охватила лобное место царь подымался по ступеням колокола Василия Блаженного и Кремлевские били оглушительно потом смолкли в раз царь слобного места кланялся на все четыре стороны и спросил громко люди московские все здоровы ли народ ударил земно хоры грянули многолетия опять били пушки и колокола опять кричал народ крики колокола пушки солнца блеск снега золотые орлы на башнях зубцы красных стен Кремля стаи голубей свидетельствовали в явь что с московского народа наконец снято клеймо старинного унижения что московская земля свободна что отобран от врагов Смоленск что освободила землю та же сила что ее и построила безмерная сила народа никон патриарх стоял прямой как яровая сосна этой победой он побеждал римского папу господь бог был явно на стороне москвы не рим а москва не папа а он никон мальчик никитка вот кто божий наместник на земле крепко билось и сердце царя Алексея ведь это он привел рати под Смоленск он поедет по весне опять на войну пойдет на Вильну на Гродну патриарх говорит что все это делает бог бог то бог конечно бог да патриарх не хочет должно быть видеть сколько тягот на нем на царе ратных то людей не хватает где их брать дают дворяне датчных людей худо люди бегут на дон в вольные казаки в Сибирь серебро нужно а серебра нет денег мало за рубежом в чужой земле плати за все серебром нельзя чужой народ обижать встанет он к Польше потянется с черных же людей все взято что можно и подати и подворные и запросные деньги запросные деньги займы на войну великие заботы даже в великий час победы не оставляют Алексея вьются в царской голове как черные мухи надо добиваться окончательной победы победа что будет уж теперь шляхта со всех сторон говорит что его царя московского она изберет польским королем не королевич Владислав не король Жигемонт а он московский царь Алеша сядет на престол Москвы до Варшавы честь сила слава Украина уже под его царскую рукою а там и до Крыма черед дойдет до великих степей и до Риги на море и твердеет сердце царя от таких мыслей патриарх вот все его наставляет молись бог то далеко а заботы близком говорит патриарх священство выше царства да что он Никон без царя может теперь уж и в Москве приходится стрельцов посылать бунтуют против Никона его попы да монахи а ежели народ весь эдак забунтует отдыхание над Красной площадью стоит облако пара десятки тысяч глаз глядят безотрывно на царя эти люди в тот миг великого торжества победы готовы были с восторгом вынести все и растущую недостачу и дороговизну хлеба и смерти раны болезни саму чуму и боярские провежи пришла вот победа непременно придет объявится великая народная правда великая слава придет светлая мирная трудовая жизнь в общем достатке закачались хоругви звезды фонари шествие потекло рекой в Кремль против вознесенского монастыря царь остановился опустился на колени прямо в снег отбил три земных поклона надвратному образу и приняв пудовый хлеб соль от монахинь двинулся дальше вечером после жаркой мовни розовой разморенной на торжественном обеде царь отдыхал в покоях царицы в сводчатой палате жарко от изразцовых фигурных печей по стенам толкутся боярыни мамки няньки сины девки дурни и дурки верховая челядь ласковая льстивая улыбчивая и низкопоклонная хитрая и угодливая на столе горят восковые свечи царица марья в кресле сидит ровно божья мать на крепких своих коленках держит царевича Алексеем царевич таращит глазенки то на мать то на отца то на свечи грызет кулачок смеется уже зубки растут тянется к блестящей рукояти отцовской сабли ишь ты мал-мал а саблю давай смеется царь и царица восторженно прижала дитя к груди ах 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 заах закачали головами старые молодые боярыни в высоких очельях с поднезями в цветных повойниках весь в батюшку воин будет богатырь яснее ясного вернее верного изрекла важно тучная боярыня репнина победоносец удалой молодец царь посмеивался снял с пальц кольцо с крупным венизом посверкал против свеч красным его огоньком дал царевичу в ручки тот схватил игрушку засунул в ротик моя замена подумал царь наследник и вдруг потемнел отогнанные было прочь заботы снова налетели черным роем расти Алеша я уж пойду сказал царь подымаясь одергивая рубаху натягивая кафтан прости цариц недосуг дела у царицы вытянулось огорченное лицо а за нею у всех баб царица заплакала а за нею заплакали и все боярни мамки няньки только царь вернулся и уж недосуг в дороге из вязьмы ехали хоть вместе да как ехали-то ночевали в курных малых избах все на людях ни подойти ни приласкаться недосуг дела уж нет ли разлучницы какой лиходейки колдуньи шушукались шептались трясли головами женки на царицыном верху а царь с сенями переходами гульбищами голдарейками шел к себе ближние люди топали за ним жильцы со скрипом размахивали перед ним двери запирали при его проходе подмигивая из-за его спины впереди стоящим царь сел в кресло с орлом локти упер в стол лицо умял в ладони заботы сиди в двадцать семь лет вот один у себя а все равно не один в шаме грызут заботы не отстают как псы бояре вокруг грызутся до соляного бунта царь верил Морозову Борису Ивановичу словно богу а кто виноват в бунте он Морозов он казну собирал на соли он деньги на провежих выколачивал а царю пришлось земные поклоны перед худыми мужиками бить просить Морозова не убивать это помазанику то божьему рожному царю то коли ты ближний боярин то дело и дело оглядчиво а не диким обычаем Борис Иванович ныне снова в Кремле а все равно не лежит у царя к нему душа нет жильцы крикнул царь кулачком застучал об стол влетел Семен Кудряшов пружиной согнулся выпрямился сверкнули готовностью и угодливостью соколиные очи сень а сень сказал царь пожевав губами сбегай к патриарху царь милости просит пожаловал бы владыка к нему а то у него царяде с походу ноги гудут устал пробило уже четыре часа после захода солнца когда в царевом верху послышались пения топот кованых сапог царь качнул головой живем в соседях крыльцо в крыльцо а патриарх один не ходит всегда с высокой честью дверь распахнулась двое жильцов стали на пороге царевой комнаты в дверь наклоня внесли толстую горящую свечу за ней большой крест за крестом в зеленой бархатной мантии явился патриарх все почину царь благословился царь и патриарх поликовались воссели на кресла два владыки небесной и земной отче святый сказал царь что сотворим как шведов в посольстве держать будем ждут они не слышно ступая по ковру выдвинулся из-за кресла царя незаметно явившийся федор ртищев он тут как тут с поклоном раскинул он по столу чертеж Польши Литвы Белоруссии Украины поставил на стол четыре свечи в шандалах с поклоном же отступил назад в тень за кресло словно его и не было неслыханны были успехи московских ратей за первые полгода войны тут вот они на чертеже все видать большая часть речи посполитой занята москвичами колосс зашатался на глиняных ногах с Новгорода с Апскова шли ратьево и вот Шереметьево Стрешнево который взяли речицу Двинск ратьево и вот Шейна князя Иван Андреевич Хованского прошли с Великих Луг на Полоцк Десну Друю Глубокое сам царь Алексей взял Смоленск его рати пошли дальше взяли Оршу и Шклов а также Могилев с Брянска вышел воевода князь Трубецкой прошел Нарословль Мстиславль Копысь украинский полковник Золотаренко шел под Днепру вверх взял Гомель старый Быхов воевода князь Волконский ведя рати с Киева занял Мозырь Туров Пинск Гетман Хмельницкий с Киева же нацелил свои силы на Белую Церковь Каменец Подольск Львов Свет восковых свечей хлещет на чертеж сквозь узкие окна смотрит в комнату народившийся недавно ясный полумесяц и словно паря по Аэру священная двоица смотрела на карту Аэр воздух или впрямь решалось бесповоротно соперничество Москвы и Рима в целые полусотни занятых городов уже стоят московские стрельцы правят московские воеводы поют в церквах московские попы перед приездом царя в Москву пришло свейское посольство и уже было царю известно что новый король шведский Карл Густав X хочет быть с царем в союзе и рвется вместе с царем идти войной на Польшу что делать вот она державная забота но забота мучила не одних царя да патриарха дверь распахнулась жилет Сенька Кудряшов доложил боярин воевода Борис Иванович Морозов прибыл и просится войти царь обернулся к двери патриарх насупился сверкнул взглядом но белая борода разложенная по широкой груди уже лезла прямо в дверь стариковские глазки посверкивали остро и обиженно царь встал шагнул встречу вытянул обе руки что ж не отдыхавший Иванович ты опять в беспокое Морозов рукой коснулся коврам на желтой морщинистой руке не было ни одного перстня отметил патриарх да и наряд на старом хитреце был почитай смирной шубы кафтан зипун все черное старый лис думал Никон благословляя боярина прознал что царь меня позвал и прибежал свои у него люди кругом садись Иванович говорил царь возвращаясь вокруг стола к своему месту садись ум хорошо два лучше донесли мне шведские депослы прибыли со многими дарами что думаешь с чем они прибыли Иванович Морозов погладил бороду то милость божья государь заговорил он и посмотрев на патриарха добавил да твое государево счастье шведский король должно хочет на супостата нашего ударить на ляха добро нам же легче Ян Казимиру королю тяжелей господь нам помогает царь молчал посматривал то на одного то на другого собеседника владыка святой что скажешь обратился царь к Никону ловок шведский то король бурно говорил Никон налетел с ковшом на брагу мы наварили а он пить собрался или наши рати свою кровь прошведали на чужой лошади король пашет ловок шведы думают нам они нужны и на они сегодня при встрече шапок не ломали стоят прости господи словно идолы твари патриарх был рассержен голос звучал глухо срывался эх хорошо бы гневу всю силу дать а то сердце как камнем завалило да нельзя царь дипломатично тоненьким голосом рассмеялся хи-хи небось владыка святой шапки то разом посхватали дрожат бедные как наши гаркнули да чего шведам надо мы и без них обойдемся бормотал царь а иваныч морозов поднял глаза на царя так-то так государь только ежели со шведами вместе пойдем будем в сбережении и у поляков силы немало они сперва-то разбежались тараканами во все стороны а после того гляди опамятуются ратное счастье переменчивым на медведя легче идти с товарищем вдвоем польша еще сильна господь наша крепость он поможет своей милостью тихо сказал патриарх меча гневные взоры из-под медвежьих бровей ангелы небесные удесятерят наши рати оно так-то так владык святой по-тигриному тихо мурлыкал морозов господь то конечно поможет да все нужно смотреть нельзя ли чего и самим сделать шведы нам сильно могут помочь поляки то их него короля не хотят признавать ян казимир сам королем в швецию ладит пря у них жестокая а нам то и ладно шведы нам и силой помогут и денег дадут а то нам с серебром трудно государь пря здесь спор ссора распри зиму-то наши ратные люди по городам просидят отдохнут а там и дальше пойдем сказал царь постукивая пальцами по столу и прибавил значительно как шли летось и еще государь наш союзник гетман богдан тоже хочет чтобы мы со шведом договорились украине под сильной польшей житья не видать настаивал морозов царь медленно выпрямился в своем кресле какой такой богдан хмель наш царский союзник гневно заговорил он они вольные казаки ответил морозов какие же они вольные казаки ежели под высокую царскую руку просились и государь изволил их принять вскипел никон так он богдан и с королем жигмантом ладил и к султану перебежать хотел и в шведах крепости себе ищет рыбе то где глубже говорил морозов не право зришь иваныч сурово сказал царь стар стал ты боярин в царской комнате тихо уютно душисто от жарких печей и все-таки здесь разыгрывался великий бой подобно двум лесным коням лосям бились перед царем два вельможи бились за благоволение царское стало быть за власть это он старый хитрец морозов задумал и давно готовил войну собирал казну и за это же стал досадой царю видать дело морозова проваливалось никон его одолевал морозов понимал что самолюбивый скрытный царь никогда не простит ему поражение не позволит ему нападать на патриарха который вместе с царем сладко тешился опасными но увлекательными мечтаниями как показать царю несмелому нерешительному но упрямому на те топи куда можно было ввалиться идя за никоном один мечтал стать патриархом вселенским другой уже именовал себя властелином великой и белой и малой руси грезил о титуле короля о польском государь говорил морозов пока месть наши рати отдыхают вороги действуют готовят нам великие крепости боярин распахнул шубу из-за пазухи вытащил несколько склеек стал разворачивать их изволь выслушать государь чего пишут голландские куранты в посольском приказе наши толмачи эти вестовые тетради перевели голландские куранты и вестовые тетради здесь газеты и властно обратился к ртищеву тыча пальцем в стопку федор чти-ка здесь раздельно ртищев взглянул на царя тот кивнул головой чти чти Михалыч из вендена пишут стал читать звон картищев что в цесарской области в городе регенбурге польский посол живет и просит тот посол у цесаря помощи против московского государства чтоб ему позволили австрийских ратных людей наймовать царь слушал всем телом подавшись вперед и позволили спросил он перехваченным голосом так государь отвечал ртищев позволили и продолжал читать по отмеченным местам а от свейского короля в поморье здесь имеется ввиду помирание и в бремени и в гамбурге тоже гораздо много людей наймуют а в городе щетине места отводят где табором тех людей быти и множество наряду туда везут наряд здесь пушки и всякий ратный запас готовят латы ядра и всякие снасти к подкопам и шансам только никто не ведает куда думают идти ртищев стал искать глазами следующую отметку морозов сложив руки на животе крутил большими пальцами патриарх восседал и слушал недвижно из лифлянской земли пишут и приезжие оттуда в амстердам люди сказывают что царь московский в смоленске войска свои готовит чтобы им дан указ в польскую землю идти а у поляков всюду причинные места где недругом пройти уже укреплены и у них таких же немало добрых ратных людей в сборе а татарский посол его величеству королю польскому сказывал чтоб король ему ратных немецких людей на помощь дал чтоб ему со своими теперь войну вести против московских людей и будя того не ученит король польский так он хан крымский велит своему татарскому войску в свою землю назад идти и в своей службе коруне польской откажет коруна корона ага сказал царь среди слушателей прошло движение но морозов поднял руку погодь государь греки что с патриархом макарием приехали сказывали мне под рукою что поляки дали золото татарам и те послали сорок тысяч своих в украину сказывали под рукою здесь секретно додают полякам еще ратных людей и венгры до волохи чти дальше михалыч и ради великого дня объявлено что король польский велел в варшаве большой съезд учинить чтоб все сенаторы к соему приехали и подумали бы как коруне польской против московитов стоять соем семь а пану горянскому велел король идти в послах к свейскому королю а сам король польский повсядни с господином польским гетманом и с иными сенаторами в думе сидят повсядни все время куда исчезли теперь блаженные мир и тишина что после мовни на царициной половине вошли было ненадолго в душу царя и из Крыму татарский посол в свею поехал чему король польский немало дивился ему королю от татар помощи мало они у него только землю польскую разорили и выдробили а будут ли татаре помогать шведам неведомо ха ха царь засмеялся то-то оно и есть хитрые они люди татаре погодь государь снова упредил морозов чти далее федор михайлович тута из вильны из варшавы из гданьска пишут что польские литовские войска вельми радеют чтоб могилев город себе назад взять только не могут его одолеть вельми очень московские люди что в могилеве сидят таково крепки что ни на какой уговор даваться не будут будут сидеть биться до последнего человека видишь государь что думают про нас ляхи сказал морозов они биться крепко хотят и нам к тому готовиться нужно владыка святой обратился он к патриарху как разумеешь смоленск не конец войны разве начало не ведает король польский что ты государь учинить хочешь а и то добро что не ведает читай федор михалыч а по сие время никто не ведает где царь московский пребывает а в вильне сказывают что царя московские люди окормили ядом да извели о господи царь небесный перекрестился царь чего бездельники выдумали патриарх покачал головой только разумные люди тому не верят на москве сказывают по старому готовятся воевать хоть мор на москве еще не унялся ладно довольна сказал морозов затем стал свивать столбцы видать государь все немцы против нас европой встают придется биться крепко как укажешь чего творить коль коль в воду влезли плыть надобно дело то непростое что ты скажешь иванович тихо спросил царь первое дело государь война дело дорогое в старину воевали просто татари на конях весь мир почитай взяли а как в землю чужую налетят да ограбят да дань наложат уйдут так нам нельзя ежели мы будем земли чужие налогами обкладывать народ там будет бунтовать не хуже нашего сказал царь что ж нужно иванович деньги государь серебро я государь раб твой всю мою жизнь казну собирал сила государства в серебре а серебра у нас нету в землю чужие пришедшие нужно за все платить тогда и патриаршим грамотам наши единоверные люди верить будут а ежели мы налоги да подати брать там будем да их не народ необыкший на провеже нашим обычаем поставим а ли ратные голодные наши людей грабить учнут конца войны не видать думаю потому так смоленск взяли русское строение и ходить нам дали не надо там и стать король то польский на нас не пойдет его шведский король удержит пусть два медведя себе на гибель грызутся а мы свою землю крепить будем у патриарха даже в бороде шевелилась презренье сумен стал и царь речи морозова были несносны поносны тяжки обоим или сегодня на красной площади не праздновали восторжно великой победы или царь не держал в руках своих мягкое нежное тельце наследника своего будущего короля польского Алексея Алексеевича или сегодня не доложили патриарху его бояре что прибыл тайно от цесаря из Вены от самого папы посол некий кардинал хочет с ним видеться тайно же морозов-то на молоке ожогся и на воду после соляного бунта дует у нашей державы или серебра не стало заговорил царь али лесу у нас мало сала кожи поташу или нет соболиной казны или мы нищие государь морозов прижал пухлую руку к груди соболиная казна есть все у нас есть да чтоб за нее серебро выручить нам нужен мир на соболиную шкурку ни у польского пана ни у польского холопа хлеба не купишь европа нам теперь за соболей чем платит порохом да свинцом а нам серебро надо с соболями воевать не будешь без денег дальше идти в польскую землю не след где деньги возьмем деньги надо давно морозов хотел поговорить с царем высказать ему свои помыслы свои опасения чтобы удержать обоих великих государей от неверных шагов страшна была морозову европа хоть и невелика недаром давно жила она устроена далеко ушла она вперед москвы в ремеслах и в учении правда польша сдала под натиском московских ратей с первоначалу и еще сдаст как сдает тетива от натяжения сильной руки а зато собрав силы вдруг потом грянет со звоном вперед метнет злую стрелу и народа московского тоже боялся морозов мог ли он ближний боярин царев дядька забыть бушующую толпу что хлынуло тогда в жаркий июньский день к красному кремлю горящий гневом глаза черных людей значит возможно была война но только короткая справедливая такая чтобы сразу же пришел прочный мир чтобы победа сняла с народа бесчестье за прошлое разорение чтобы народ и дальше работал все крепче строил свое государство из-за царского кресла медленно неслышно в мягких своих сапожках снова выдвинулся ртищев молодое лицо его сияло такой преданностью таким усердием что царь невольно шевельнулся к нему навстречу ты что Михалыч государь дозволь слово молвить умильно проговорил ртищев волнуясь до слез прижимая обе руки груди знаю я я знаю как собрать деньги как же ты знаешь Михалыч ласково спросил царь своего любимца отколе я в книгах вычитал скромно ответил ртищев в гешпании так же случилось денег не было так там гешпанский король указал бить деньги не с серебра а с меди как так с меди наклонились все трое к ртищеву а так вот у меня пол ефимка ртищев вынул из кармана монету выбито на ней один рубль и ты великий государь укажи чтобы такие рубли били бы не с серебра а с меди а ходить тем медным рублям меж черными людьми чтобы против серебряных безотказно и те деньги выбив указать всем людям старое серебро сдать в казну государь а заплатишь ты им новыми деньгами а серебро в твоей казне благосклонно смотрел царь на своего молодого советника и правда не все равно черному народу на какие рубли торговать на серебро наметили дело хоть было еще и не ясно однако впереди просветлело какой-то выход намечался вот что значит может человек на всяких языках читать потому гешпанскому образцу Москве теперь будет и далее воевать повадно а дальше что господь даст так думал восхищенный царь дверь отворилась в комнату вошел милославский кувыркнулся царю в ноги потом поднялся пытливо глядел на лица советников припоздал он а что было говорено эх Илья Данилович весело сказал царь теперь войну мы выдюжем вон как в иных землях люди то делают бьют деньги из меди ценой волтын а пишет на них рубль серебром или мы нечто эдак не можем ртищев надоумил спаси его Христос что ж сказал царев тестюшка ухватив слету мысль нам все одинако чем бить ляхов серебром ли медью ли а вот чего боязно продолжал царь как бы с народом дурно не было ведь дел то владык святой обманная лжа медь за серебро давать народ терпит государь махнул высокой шапкой милославский война сказывай государь когда шведских послов будешь принимать больно нужно однако прежде шведского посольства царь принял патриарха антиохийского макария 12 февраля в день руси в день именин царевича Алексея после именинной обедни в Алексеевском монастыре за патриархом за патриархом макарием приехали в его подворье три боярина стрельцы и там взяли и понесли в грановитую палату 183 блюда с подарками среди подарков патриарха антиохийского были иконы древних писем часть креста на котором был распят Христос камень с пятнами крови Христа греческое евангелие древние пергаменты панагия резанное из кости ана крестителя пук ярких иерусалимских свечей ладан коробка царского мускусного мыла константинопольское мыло с амброй иерусалимское мыло алепское мыло манна финики пальмовая ветвь с листами царь и бояре стояли торжественно смотрели так умиленно на убогие подарки словно те были бесценны царь благословился у патриарха поцеловал его черную душистую руку обнялся поликовался ах батюшка как я рад что ты приехал как хотел я видеть тебя получить твое благословение слушать твои мудрые советы сказал царь монах-переводчик перевел его слова на греческий святейший макарий возвел правую руку и сверкая огненным взглядом произнес благочестивый царь пусть господь бог исполнит твои надежды да будет тебе победа над врагом достанешь ты впредь не автократер не самодержец больше а станешь монократер монарх един над всем миром монократер здесь вселенский монарх пир шел очень долго един обряд целования царской руки и чаши занял четыре часа прямо из-за стола все приглашенные двинулись в успенский собор где стояли вечерню и заутренню так что гости с востока вернулись к себе в подворье только перед утренней зарей измученные усталые потрясенные тем что ели пили переживали видели и особенно тем что царь сам ставил свечи перед иконами и пел на клиросе патриарх Никон подражал во всем обиходу царя царь угощал патриарха Макария и патриарх Никон учинил тоже пир в его честь патриаршья столовая изба блистала с золотой и серебряной посудой за столами прислуживали стольники и чашники в красивых одеждах патриарх Никон восседал за отдельным столом за отдельными же столами поменьше сидели патриархи антиохийский Макарий и сербский Михаил обед у патриарха был не хуже царского великий государь Никон тоже как и царь то и дело рассылал со своего стола блюда гостям стольники подносили кушанье с торжественным возгласом великий господин патриарх антиохийский Макарий жалует тебе от своих щедрот патриарх московские всея руси Никон хлеб освященный великий патриарх сербский Михаил жалует от своих щедрот тебе патриарх московские всея руси икры черной пожалованные выходили из-за столов и били Никону поклоны все время пели хоры и читали чтецы как на пирах в великом дворце в Константинополе у императоров ромейских наступивший великий пост своей строгостью привел в отчаяние арабских гостей дьякон Павел так записывает об нем в свой дневник мы едим только соленую капусту соленые огурцы да черный хлеб говорят царь ничего не ест по целым суткам когда же кончится о господи это наше мученье за такими торжествами и перами дело с приемом шведского посольства все откладывалось до тех самых пор пока не прибыли в Москву посол из Польши Галинский со свитой день приема шведам наконец был объявлен а накануне уже близко полуночи патриарший боярин Зюзин ввел в покое патриарха Никона тайна человека в русской овчинной шубе в меховой шапке человек этот поклонился земно патриарху за четырьмя свечами восседавшему на высоком кресле патриарх изрек разоболакайся человек встал сбросил шубу кафтан пимы и оказался в черной сутане с пуговичками от ворота и до подола в черной шапочке на бритой голове длинноносой тонкогубой с небольшой недавно отращенной бородкой монах приблизился к патриарху получил благословение и благоговейно облобызал крепкую руку то был Петр Аллигретти иезуит тайно пробравшийся в Москву среди свиты польского посла Галинского приехавшего чтобы прощупать возможность мира родом словак из Рагузы Аллигретти говорил по-русски и основываясь на донесениях польских резидентов в Москве предложил венскому двору цесаря Фридриха Третьего свой план спасения католической Польши от полного разгрома ее Москвой план заключался в том что нужно было заинтересовать московского царя а в особенности патриарха Никона в сохранении Польши а для этого не допустить союза Москвы и Швеции при котором полный разгром Польши был бы неизбежен сложив руки на груди опустив голову стоял иезуит перед широко восседающим в креслах патриархом Никоном как само воплощение кротости и смирения верный офицер черного войска святого генерала Игнатия Лоййолы стоял перед могучим мужиком крепким телом буйным в мечтаниях этот иезуит знал как овладеть могучим и простодушным телом и бурную душой патриарха Никона сперва монах поднес патриарху бесценный подарок золотой кувшинец с жемчугами венецианской работы от раки святого Николы просеяв принял Никон тот великий дар царь не должен губить Польши ведь неразумно разбивать сосуд в котором можно хранить воду говорил Аллегретти ты говоришь святой отец что король польский враг царя но царь московский вернул себе Смоленск ваш старый русский город тем самым должна исчезнуть вражда погасает ведь огонь когда истощается топливо патриарх метался на своем кресле мысли терзали его мозг но обрести нужное слово было нелегко польский король не признает государя царем московским не признает царем его малой белой руси он до сих пор требует себе еще московской земли воскликнул никон аллегретти слушал склоня голову крепко сжав губы так сказал он со вздохом так святой отец но если святой престол признает царя Алексея в его титуле король польский не сможет тогда настаивать на своих притязаниях если московские бояре избрали когда-то своим царем королевича Владислава разве не может и польская шляхта короновать царя Алексея на польский престол или это возможно откинулся назад патриарх именно так святой отец пусть всемилостивый царь пошлет своих послов в Рим к святому престолу просить о признании титула ты увидишь что господин мой цесарь Фердинанд Третий и король польский Ян Казимир грамотой своей засвидетельствуют тогда царю Алексею свою готовность избрать и короновать его к чему тогда война к чему кровь к чему расточение серебра зачем зачем заключать царю договор со Швецией против Польши когда всемогущий всемилостивый царь сам может взять себе всю Польшу с ее богатствами и как во имя Божье без союза с еретиками с протестантами шведскими которые до сих пор титулуют его величество всемилостивейшего короля московского всего лишь великим князем Аллегретти говорил негромко ясно чекание каждое слово и все ближе и ближе подходил к Никону тот откинувшись назад смотрел в бледное лицо иезуита на его узкий словно ударом ножа прорезанный рот он чувствовал дыхание полутора тысячелетней силы Рима бархутную умную смелую его безжалостную руку которая не останавливалась даже перед тем чтобы во время богослужения закодить насмерть обреченного кардинала ладаном отравленным мошьяком у Никона захватило дыхание это он он скажет царю как действовать он победит этих толстых неуклюжих не терпящих его бояр своей хитростью тонкой и гибкой как сталь я вернусь осенью говорил иезуит вернусь уж со всеми грамотами дело надо проводить медленно осторожно в полной тайне не начинай пока ничего святой отец молчи молчи сделай только сначала так чтоб царь не верил шведам сухой сильный тонкий черный он улыбался на образ царя христа этот же образ стоит у святого отца а в ватикане христос царствующий боярин зюзин снова выводил из патриарши их покоев мужика в овчине в нахлобучной шапке патриарши стрельцы подали узкие сани посадили тайного гостя подняли зажженный фонарь и лист пропуска и пара коней гусем помчалась по улицам спящей москвы темной заваленной снегами где тут и там изредка теплились огоньки в избах бессонных ремесленных людей принимая на другой день наконец царь признал шведское посольство в шведском посольстве были господин государственный советник густав белке генерал майор эссен и посольский советник филипп фон крузенштерн при них свита 83 человека посольство поднесло подарки 12 серебряных подсвечников конскую роскошную сбрую на выезд и два глобуса посольство представил Илья Данилович Милославский царь сидел на троне справа у него был царевич сибирский слева царевич грузинский всех шведов заставили целовать царскую руку причем после каждого целования тут же на глазах у всех окольничий ртищев мыл царскую руку в серебряной лохане и вытирал ее полотенцем что приводило иностранцев в бешенство господин государственный советник говорил слово о мире между Швецией и Москвой и добивался соглашения об союзе против Польши за которую по его словам должны были вступиться все государи римской веры на это господину Белке было прямо заявлено что де Швеция всегда пользуется победой одних чтобы вмешаться в дело и вырвать победу у других Швеция после тридцатилетней войны очень усилилась за счет разоренной Германии вместе с Францией под королем солнцем теперь после Вестфальского мира выходила на первое место в Европе куда впервые шведские войска высадились якобы в защиту протестантов лютеран а в сущности для того чтобы ихнему королю Карлу десятому одному всем варяжским морем бы владеть холодно Москва обошлась тогда со шведами притесняла их посольских людей не пускала в город в немецкую слободу слуг держала как пленных со шведского двора выпускала не больше как по четыре человека вместе мог ли всемогущий Никон великий государь патриарх допустить чтобы царь имел дело со сторонниками злой лютеровой ереси прав прав был старый мордовский колдун сильней царя становился патриарх в марте 1655 года царь Алексей снова двинулся на войну поручив Москву князьям Куракину и Щербатову и окольничьему Гагину именины царицы Марьи Ильинишны на 1 апреля на день Марии Египетской отпразднованы царем были уже в Смоленске на царский пир ради добрых отношений звана была вся окрестная шляхта рати Москвы образовали у Смоленска сильную группу но общая военная обстановка была очень осложнена так как разгромленные прошлым летом и осенью войска Польши отчаянными усилиями своего командования собирались снова восстанавливали боеспособность и предпринимали в Литве активные действия польские воеводы Радзивилл и Гонсевский начали ряд операций против занятого русскими Витебска осадили эту крепость чтобы перерезать ее связь со Смоленском однако под Витебском они были разбиты бежали на юг и охватили было Смоленск с запада но под Новым Быховым их снова ждала неудача полковник Золотаренко с шестью тысячами казаков сделал вылазку из этого осажденного города и разбил Радзивилла и Гонсевского те оба бросились снова на север и осадили Могилев царь послал сильную выручку Могилеву Радзивилл и Гонсевский уклонились от встречи бежали однако были настигнуты и разбиты вблизи Орши московские рати двигаясь основными силами по дороге на Вильну заняли города Свислочь Кейданы Минск наступление стремительно развивалось широким фронтом 26 июня Шереметьев берет город Велиш 10 июля сам царь Алексей берет город Борисов и перейдя реку Березину неудержимо наступает на Вильну Под Вильной Радзивилл и Гонсевский снова пытаются сопротивляться и снова неудачно Вильна взята и за ней вскоре Гродно Огромный успех царя Впечатление этих побед таково что властитель Стефан Молдавский обращается к царю Алексею и просит принять его в подданство взять под свою высокую царскую руку дабы всем православным стал единый государь Просьбу эту поддерживали восточные патриархи 30 июля царь Алексей торжественно вступает в город Вильну в сопровождении многих стрельцов которых вел боярин Морозов Иван Васильевич Вся дорога от крепостных ворот города до дверей приготовленной царской резиденции была услана красным сукном Сопровождаемой стрельцами въехали в город более 60 карет из которых три были особенно великолепны обитые красным и голубым сукном Каждую из них везло 12 лошадей цугом в богатой сбруи Кучера на козлах были в высоких черных шапках в голубых кафтанах с синими отворотами Крупные успехи московских ратей выявили слабость речи посполитой В сущности речь посполитая уже никогда не оправилась больше Она быстро теряла свое положение занятое ею было в начале 17 века Действия московских воевод опирались на хорошо выработанный план Стратегический главный удар шел по линии Москва Смоленск Вильна и сопровождался решением частных тактических задач по Днепру по Неману Особенно искусны были действия воевод Шейна и князя Трубецкого взявших польские войска в клещи Взятие Вильны привело в восторг патриарха Никона Он в письме убеждает царя оставить Вильну навсегда за Москвой и кроме того завоевать и Краков и Варшаву и всю Польшу В пастырском новогоднем послании на первое сентября патриарх благословил царя на новый блистательный титул Великий князь Литовский И все же успехи этой войны оказались сорваны из-за советов патриарха понемногу разгоралась совершенно бессмысленная война со шведами шведский король Карл Десятый Густав вторгнулся в Польшу из Померания занял Варшаву и Краков был выбран королем Польши на занятой им территории и двинул силы на Литву польский король Ян Казимир бежал в Селезию московские рати начинают наступление навстречу шведам к Риге к Варяжскому морю двигаясь на судах по реке Двине осадили царевы рати Ригу и неудачно а с поляками заключено было перемирие с июня и неудачно вертолем с июня это москов. тюня перед водичи и неудачно и неудачно и неудачно присоед 텐데 Продолжение следует...